Сегодня мы собрались, чтобы еще раз попробовать разобраться в вопросе, который, по крайней мере, людей, которые называют себя ищущими, интересует. Я в свое время, ну так скажем, не могу пожаловаться на свою судьбу. Она была такая средняя, нормальная, относительно неплохое здоровье. Неплохие были заработки даже во времена советского строя. Пожаловаться я не мог. Но всю мою жизнь, начиная лет, наверное, с 18-20, есть такой роман, по-моему, или повесть у Стефана Цвейга «Амок», если кто читал. Вот этот «Амок» меня все время гнал куда-то, я не мог понять, куда меня тянет что-то. Не могу понять, что. Вот какая-то неудовлетворенность, какой-то вот поиск, а я не мог осознать, что это такое. Потому что мозги, рассудок, понять это не способен, не способен рассудок. И что делать, я не знал. Поэтому попытка, скажем, было немножко увлечение алкоголем, не то, что я там пил или что, но как-то вот думал, ну вот выпиваешь, как-то жизнь немножко меняется, вроде бы в лучшую сторону. Я быстро понял, что это ничего не дает. Спорт, 2-3 секции занимался, несколько игровые виды спорта, легкая атлетика, баскетбол, теннис. Вот загрузка полная, а удовлетворения нет. То есть и физическая нагрузка, вроде интересно, не дает ничего. Образование, в том числе и домашнее, я много очень читал, и философская литература, и историческая мне литература нравилась. Что бы я ни делал, никогда не было вот этого насыщения, чего-то такого внутреннего, чего я понять не мог. И только вот в 46 лет, когда со мной начались эти метаморфозы под давлением обстоятельств, я через какое-то время стал понимать, так вот, что меня давило, что меня заставляло искать. У души есть такая глава богопознания. Вот, и у нас этот момент всегда у живого человека в духе, он есть, существует, он нас заставляет искать, только мы не всегда понимаем, что это такое. Душа требует связи этой. Она просит, она настаивает, а мы этого не всегда понимаем. И если Библию помянуть словами Христа, он сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через меня, потому что это самый чистый и самый сильный вход, ибо Иисус был сам Бог непосредственно». То есть это имманация Бога, воплощенная в теле Христа. Вот, и то есть на территории того времени, на территории Израиля в то время, значит, воплотился Бог в тот народ, где его смогли понять, ибо по закону подобия Бог приходит туда, где его поймут хотя бы какая-то часть населения. В остальных частях земного шара в то время ни одного народа не было, который способен был воспринять монотеизм. А монотеизм в еврейском народествовал еще со времен Авраама, то есть задолго до Христа. Потом был Моисей и в конечном итоге Иисус. То есть попытка была несколько раз привести народ к осознанию Единобожия и к осознанию самого Бога. Бога мы увидеть не сможем никогда, какие бы мы развиты и не были, потому что это совершенно иная природа. У нас понятийная система состоит из чего? Это рассудок, не говоря уже о тактильных ощущениях, то есть потрогать чего-то, увидеть чего-то. Рассудок — это мышление. Чувство — это оболочка, наша способность чувствовать. Еще есть способность ощущать, это духовное. Вот это единственное, что способны в ощущении воспринять Бога. Но ощущение у большинства людей на Земле молчит, поскольку если человек совершает много грехов, он сам себя тем самым автоматически отсекает от собственной души и от понятия Бога. И в этом как раз-таки огромная проблема, потому что, скажем, если богопознание было как, скажем, хочешь — получай образование, хочешь — нет, здесь не пройдет, потому что миром правит закон Божий. И не осознав его, мы теряем право на продолжение эволюции на Земле. Ибо мы не сколько эволюционируем, сколько деградируем. И многие это понимают. Люди, которые не верят в Бога, они считают, что рассудок, способен их привести к более нормальному бытию, рассчитывая на каких-то порядочных правителей, порядочных чиновников, хорошие и лучшие отношения там между полами, между мужчиной и женщиной, ничего не происходит от этого. Причем с каждым новым столетием становится все хуже и хуже. Мы идем в какой-то тупик. И вот две тысячи лет назад был самый, можно сказать, серьезный призыв за всю историю Земли. «Если любите меня, выполните мои заповеди», — сказал Иисус. То есть Бог нам сказал. «Если вы хотите любить Бога и познавать Его, так вы должны выполнять заповеди». Это чуть-чуть более развернутая фраза получилась. А каким образом выполнять заповеди? И что такое заповеди? Об этом говорят, но подробно, если человек начинает хотеть знать больше, к сожалению, уводят в сторону. А почему? Потому что в самих храмах, так тысячи лет и не научились выполнять заповеди. И учитель, если подойдет к нему человек и скажет, научи, батюшка, меня вот этому и вот этому. И ведь я тоже когда-то приходил, меня называли гордецом. Я так засомневался тогда. Думаю, может, действительно, у меня гордыни много. Но я хотел бы начать. Получится или нет, я не знаю. Но попробовать начинать. И мне просили, там вот есть посты, есть серьезные боли, такие голодовки, это аскеза какая-то. То есть надо отказаться от того, от того, от того. Я так и думаю. Я ведь знаю людей, которые совершенно не пьют, никогда не курили. Они достаточно скромны. Они живут нормально, это порядочные люди. Но они болеют и они страдают практически даже иногда больше, чем я. Значит, это тоже не выход. Потому что формула, которую нам когда-то сообщили, что вы страдаете за грехи ваши. Думаю, значит, получается, если человек продолжает страдать, несмотря на аскетический образ жизни, значит, это ему не дает особого ничего. Может, немножко здоровья лучше, но это серьезный вход немножко в другом. И Иисус не говорил так, что вот не ешьте, не пейте, не курите, не пейте, и вы будете счастливы. Ничего подобного. Он сказал еще раз, подчеркиваю, если любите Бога, выполняйте Его заповеди. И все. Ничего другого он не говорил. А остальное все это как бы методика. Прощайте и прощины будете. Или, скажем, кому вы будете прощать, то вы, Отец Небесный, простит. Это формула искупления греха. То есть, если я способен прощать кого-то искренне от души, тогда и Отец Небесный меня прощает, мой грех. И сколько я буду прощать своих обидчиков, столько раз и мне будет отпущено грехов. Следовательно, я должен научиться постоянно прощать. Почему? А потому что грехов много. Посчитайте, сколько грехов за каждым, вы не сочтете. Вот если возьмете один день хотя бы под контроль, и вы посмотрите, сколько раз вы не обязательно словом и делом, а мысленно и чувственно проявляете и совсем то, что хотелось бы. Вот. Где то мирило, который говорит, здесь грех, а здесь не грех? Только ощущение способно контролировать себя. Ощущение — это проявление духа. А он заперт нашими же грехами. И получается замкнутый круг. Кто может научить нас ощущению? Только сам человек, естественно, если его ведет Божья воля, крестная сила, как с ней соединиться? Это крещение? Это воля человека? Это его вера? Потому что настоящая вера, она приводит к первичной связи. Возникает связь, и чем сильнее вера, тем больше помощи к вам придет. Прямая пропорция. Можно сказать, человек наделен. Волением. И воление — это... Чем больше воли, тем сильнее наш двигатель. Мы способны чего-то добиваться. А желание, у нас тоже ведь это способность, желать чего-то. Это вектор. От чего мы хотим. И вот желание в связи с волей, если оно направлено в правильную, в благую сторону, тогда мы творим добро. Если мы искренне хотим делать добрые дела и знаем, как это делать, тем самым мы и прошлое искупаем, быстрее. И закладываем хорошее будущее. Это все, что нужно человеку. Единственное, что нужно еще раз подчеркнуть, что ж такое заповеди. Давайте я вот лучше картинку нарисую. Нагляднее будет. Вот формула, или знак бесконечности. Мы условно будем считать, что это творец. Это творение. Я не буду его все рисовать. Это мир первосотворенных, откуда когда-то пророки приходили. Это духовный мир наш. Сознательная его часть и бессознательная часть духовная. Мы отсюда родом. Причем с самого донышка. Те люди, вернее, те духи, которые осознали себя там, не выходя за пределы духовного мира, они так и остались там. Сильные, абсолютно идеальные духи. А вот мы тоже хотели бы стать такими. У нас это томление и есть по богопознанию. А что такое богопознание? Это познание законов. Ведь самого бога мы никогда, еще раз говорю, не увидим. Для нас богопознание это осознать его законы. Тогда мы сливаемся с законами и начинаем нести благо всему творению. То, которое, скажем так, в нашем ведении. Далее, сущностный слой. Это все картинка чисто условная. Так как радиоволна с гравитационными полями связана и со звуковыми и так далее, все это параллельно. и в том же время еще и пространственно. То есть, для мозга не совсем удобно все это осознавать, но, тем не менее, на картинке хоть что-то будет понятно. Далее начинается эфирная вещественность. Это легкая материя и, в конце концов, физическая материя, где мы представлены телесно. И вот получается, что человеческий дух он где-то вот так выглядит. Способность мыслить, способность чувствовать, способность ощущать. Это уже дух, душа. Если мы грешим словами, то есть, мы говорим какие-то неприятные слова, делами, то есть, ручками, ножками что-то делаем не то, но мы не можем это делать без мозга. То есть, в конечном итоге мозг всегда формирует наше поведение и чувства формирует наше поведение. Такие, как зависть, тщеславие, уныние, страхи, обиды и прочее, прочее, прочее. Вот это и есть территория греха. Эфирный мир, мир мышления и физический мир. Здесь мы все попачкали. И выбраться из этой трясины самостоятельно никто не может. Ни единое существо. Тем более, мозгами. Мозг не способен вообще даже осознавать все, что лежит за пределами мышления. Это такой пятачок. И мы похожи на цыплят, которые сидят и проклюнутся в этот мир. Не могут. Почему? Они не верят, что там есть что-то. Помимо вот этого. И мозг цепко нас держит в объятиях. Он нас туда не выпускает. А почему? Потому что через мозг не сам мозг есть виновник. Это инструмент прекрасный. Но то, что сатана и его команда постоянно через мозг нас держат в плену. И через наши грехи. Ведь Иисус недаром говорил некие фразы. И вот они в моей практике они живали, становилось все понятно. Когда мне было тяжело избавиться от обиды или от раздражения, потому что очень много агрессии вокруг, очень много людей и хамы есть, и что только мошенники, которые откровенно пытаются тебя обмануть, жить за твой счет и так далее, и так далее. Поэтому предмета эпизодов для обиды, для раздражения очень много. И вот мне было трудно, и тогда я вспоминал фразу Христа «Каждый совершающий грех есть раб своего греха». И я не хотел быть рабом своих раздражений, своих страхов, обид, тщеславия и многого чего другого. Я не хотел быть их рабом, потому что избавляясь от этого постепенно, я чувствовал, когда во мне оживает свобода, когда оживает как бы качество жизни, что ли, когда несмотря на те же самые тяготы, которые не только уменьшаются в мире, они увеличиваются, но мое противостояние против этого всего, оно серьезнее, оно становится сильнее. Почему? А потому что чем ты меньше грехов имеешь, значит, ты разоружаешься, ты перестаешь воевать с законом Божьим, ведь мы хотим этого или не хотим, мы боремся против законов, мы противостоим им неосознанно или осознанно, если осознанно противостоят. Но большинство, абсолютное большинство людей не понимает, что они, не ведут, что творят, как говорил Иисус. И вот уходя от греха, ты становишься истинно свободным. В этом и есть свобода, потому что ты начинаешь себя вести так, как ты хочешь. Ты свободен в своем поведении. Единственное, что искупление, но искупление, чем меньше ты грешишь, тем меньше на тебя капают последствия твоих ошибок. Ведь что мы сеем, то и пожинаем. А вот эта формула, кому вы будете прощать, того и Отец Небесный простит, как раз таки говорит о том, что искупить можно только единственным способом. Ведь сотни миллионов людей ходят в храмы и очень часто за отпущением грехов. У них жизнь меняется в лучшую сторону? Нет. Почему же за этой пустышкой мы столетиями ходим туда, где ничего не происходит? Я не то, что я говорю, что вот я такой единственный и так далее. Любой человек, который возьмет и начнет искренне прощать, будет получать то же самое. Это не зависит. Ни нация, ни какой он конфессии принадлежал, никакого цвета кожи. Абсолютно ничего не мешает. Кто бы ты ни был. Потому что формула для всех единая. Бог один и природа человека одна и та же. Мы все вот отсюда. Единственное, что разница в чем? У одного воли много, у другого нет. А если нет воли, нет терпения, тогда ты лентяй. То есть не способен двигаться. Это заметно в интеллектуальных процессах, не только в духовных. Если ребенок в 14, 15, 16 лет чего-то хочет от жизни, вместо чтобы всю жизнь бегать где-то с кем-то драться или хулиганить и все, он все-таки начинает думать, начинает какую-то литературу читать. Сможешь, в 17-18 интересуется, типа, как Королев, он ракеты хотел запускать, Кулибин там что-то делал, Ломоносов, он что делал. То есть таких людей не так много, это как бы цвет человечества, они что-то делали. Это не ленивые люди, интеллектуально, по крайней мере. А есть люди, которые, прожигая жизнь, в 20 лет начинают понимать, что они ничего не хотят, но хотят иметь очень много при этом. И у них тогда либо в бандиты идти, либо в какие-то взяточники, либо еще что-то, у них другой дороги нет, только жить за счет других, потому что просто жить в нищем состоянии они не собираются. Значит, они жить должны за счет трудоспособного и талантливого части населения. Вот и все, это начинается паразитирование. Вот к чему приводит лень. И пословица народная «Лень мать всех пороков» она прекрасна, она дает как раз, в чем дело. Но здесь как бы мы несколько о интеллектуальных моментах говорим, о духовных. Потому что вот эта вот линия нашей жизни, у любого она есть, она делится на сегодня, на прошлое и будущее. И всегда из прошлого наши ошибки, грехи по закону справедливого мира, который контролирует воли Божьи, всегда нам возвращается. То есть нет невиновных на земле. Нет. Вот. И почему это происходит? Потому что сотворил нас Господь, и что дальше? Мы похожи на приемник некоторый, который способен эту энергию потратить на позитив, на добро, и способны тратить эту энергию на негатив. У нас есть свобода выбора. Как бы было здорово некоторые, типа Блавацкий, что Бог создал бракованного Адама, нет бы вот этого, запретить ему и сразу, чтобы он делал добро. Но напоминаю, что Блавацкая совершенно не разбиралась в духовных вопросах, и она не понимала, что духовная наша личность вот эта, она законы не осознала. И для того, чтобы она самостоятельно выбрала путь, самостоятельно подчеркиваю, выбрать путь к добру, это очень важно. Вот и наделили нас свободой выбора и запустили сюда несколько оболочек мы одели, в том числе и телесную, и пришли сюда, чтобы избавиться от лени, проще говоря, от инертности и осознать законы этого мира, начиная с вот этих законов, потом уходя из тела осознавать вот эти законы, потом вот эти, вот эти, поднимаясь по ступеням этих миров, в конце концов вернуться в сознательно-духовный мир, то, что называется Библия-рай. Это наша задача, это смысл жизни, то есть избавиться от лени и познать эти законы. В этом и суть истины, сама истина для нас в этом, человеческая истина, на нашем уровне. И ничего другого не надо. При этом, если мы перестаем грешить и начинаем осознавать законы, если мы серьезно к этому относимся, что уходит? Ведь наказывается, нас наказывают наши грехи, то есть наши ошибки. И если мы их перестаем постепенно делать год за годом, меньше, 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 это достаточно долго процесс идет, потому что невозможно избавиться от миллионов грехов сразу. Если они на нас падут в короткий период времени, нас раздавят, наше прошлое, просто раздавят. И я по глупости своей, когда-то в первый год попросил, что неплохо бы за год, вот чтобы с меня это все сняли, я готов там пережить, перетерпеть. И мне говорят, посчитай, я посчитал, что я за свою жизнь там полмиллиона как минимум грехов. Есть полмиллиона, возьмите на каждый день, сколько там полгода, 6 месяцев, 180 дней. Сколько полгода, по несколько тысяч грехов способен человек несколько тысяч неприятностей в сутки выдержать? Нет. Это элементарная арифметика второго класса. И я тогда подумал, что наше мышление, как этот кавалерийский атака. Давай, давай. И получается, что здесь нужно терпение помимо воли. И осознание серьезности этого процесса, его долговременности. Это не так просто все. Главное понять принципы. Что такое грех, как с ним бороться, конкретно с каждой эмоцией. Разная методика. И как искупать прошлое. Если эти принципы человек понимает, и если он их задействовал, он реально этим занимается. Процесс запущен. Все. Остается только его контролировать. Бди и молись, нам сказали. Что такое бди и молись? Не давай бесам тебя контролировать. Ты должен контролировать процесс. Ты должен хозяином быть в своем сознании. Они некие силы, которые ведут себя, как он говорит, хотели как лучше, а получилось как всегда. Нет. Это лентяи, так говорят. Человек сильный, он никогда не позволит быть ведомым. Он сам должен вести себя. А как правильно себя вести? А правильно вести себя может только Дух. Потому что Дух всегда с Богом связан. У любого из нас Дух связан с Богом. Только мы от Него вот этими грехами отгородились. И все. И вот в свободе выбора как раз и заложено, если мы действительно вот это выберем, добро, причем мы должны искренне это делать, от души. Если мы как бы я буду это делать, принуждая себя к этому, не надо этого делать. Фраза Христа этого момента тоже касается. Как? Когда у нее спросили ученики, а надо ли нам сходить в храмы, давать милостыню, молиться, поститься, надо ли нам это делать? Иисус, глава церкви христианской, сказал, не делайте того, что ненавидите, то есть того, что не любите, то, что вам не хочется. И многие люди принуждают себя, причем елейно поглядывают на других, которые это не делают. Важно, что мы вот ходим, мы молимся, мы постимся, а вы, вы. И причем делают это не от души. Большинство не от души. Это и есть лицемерие. Это тоже, когда-то было Христом, скажем так, подсмотрено в той жизни. Он называл это, выгод, лицемеры. Вы сами к Богу не идете, путь туда человеку закрываете. Не вот в этом суть познания Бога. Да, неплохо иногда и поменьше кушать, неплохо там отказаться от того и сего, но это должно быть естественно. Когда человек приходит к духовному осознанию, в нем постепенно умирают излишнества сами по себе. Ему не хочется ничего дурного. Не сразу, конечно, но постепенно это отходит, как вот старая твоя чешуя или кожа она от тебя отваливается по кусочкам. Годы проходят, и наконец это ушло, это ушло, это ушло, это тоже регистрировал. Уходит. Приходит здоровье, приходит ощущение радости жизни какой-то. Да, тяжело жить, и во многих моментах очень тяжело. Но вот тут уверенность, как стержень, который может гнуться, но никогда не ломается. Мы победим, мы все равно победим, если с нами Бог. Никогда мы не можем сдаться, потому что сколько было таких отчаянных ситуаций, когда я думаю, все равно я с Богом, потому что если я с Ним, то и Он со мной. И Он мне не даст меня раздавить. И вот эта сильная вера, и даже уверенность, это не просто вера, а уверенность, это убежденность. У меня никогда не бывает страха за то, что будет завтра, и там это. Все равно та часть населения, которая действительно будет этим заниматься, не болтать, а заниматься реально выполнением заповедей. Она и уцелеет на Земле. Ведь вы же видите, что происходит. Скажем, годом все хуже, 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 и по природе уже заметно она другая стала. Вот увеличивается количество землетрясений, наводнений, Солнце мутирует уже достаточно серьезно, и ученые о многом говорят. Но есть некая рука, которая постоянно из интернета это все выгребает. Потому что, если накопится критическая масса этой информации, то люди начнут понимать и паниковать. С одной стороны, тоже плохо, потому что паниковать, это значит, на Земле может, скажем, ну, хаос начаться в разных странах. Потому что выход единственный, но люди сюда-то не хотят идти. Я даже шутку говорю, что легче создать профсоюз крокодилов, чем людей привести к выполнению заповедей. Ну, это странно уже. Вот, потому что человек сотворен волей Божией, и он от нее остервенело отказывается. Ну, какое же тогда дитя-то Божие, как говорят? Никакого понятия нет. Потому что дитя Божие может только тот, кто живет по законам Божьим. Мы заготовки. Мы не имеем права даже на название человека. Человек – это исполняющий волю Творца. Мы попытались стать людьми, до большинства населения Земли это не получается. Причем, потому что не хотят. Многие даже не хотят верить ни в Бога, ни в законы какие-то. В основном верят во вкусную еду, в красивые автомобили, развлечься, как говорится, хлеба и зрелища. Это старая римская формула. Больше ничего человек интересует в большинстве случаев. Да, есть, конечно, хобби. Кто-то марки собирает или еще какие-то вещи готов удавиться за какую-то редкую марку там и прочее. Но это их проблемы. Потому что суть человека духовна. И если мы не понимаем этого и отказались от этого, мы как отбракованные существа, как сорняки на поле. И вот пришла пора жатвы. И об этом Иисус говорил, что будет собрано зерно в житницу, а солома сожжена огнем неугасимым. В чем Он говорит? Что произойдет разделение на нормальных людей и на ненормальных? Кто будет этим делением заниматься? Воля Божия она это делает сейчас по всей земле. Отбраковывая же очень многих, потому что увеличивается количество людей погибших по разным вариантам. И не просто скажем какие-то это только если взять гибель людей достаточно много, но еще людей сколько страдает, теряет детей, теряет имущество, теряет страну некоторые, как сейчас посмотрите, что происходит. И вот куда деваться? Нет, и люди все равно сюда не смотрят. Наоборот, идет озлобление друг против друга, страна на страну, ненавидят одна нация другую, и это культивируется в том числе и руководством земных стран, потому что разделяя власть, это лозунг сатаны. А помните, есть в Библии такая фраза, и цари земные отдадут свою власть и силы зверю, и будут с ним заодно, и вступят в брань с агнцем, и агнец их победит. А к какому агнце разговор шел? Иисус был агнец, это сын Божий, который пришел сюда, это был, можно сказать, чистый Бог, он не смешивался ни с чем в творении, поэтому он неминуемо должен быть обратно втянут по закону подобия, он не может здесь присутствовать, это невероятная чистота и сила. И он ушел для того, чтобы акт творения не прерывался, и после смерти Христа Бог посылает сюда второго. И это в главе Сын Человеческий, в главе Пришелеца, и еще несколько других глав, о Люцифере есть глава, я говорю, говорю, но может не все люди, которые будут потом смотреть, поймут, о какой книге речь идет, это книга «В свете истины», «В свете истины» Оскара Эрнеста Бернгарта, в интернете она есть. Так вот, в нескольких главах как раз и формируется образ этого пришельца, который, в отличие от Христа, как бы чистый Бог, это любовь к нам приходила последний раз, а это приходит по линии воля, воля, то есть это сам закон пришел, зачем именно меняется ипостась, потому что люди все время гнали эту любовь, гнали и гнали, в лице Моисея гнали, в лице Авраама гнали, и многих до него и после него это было, просто это необозримая история какая-то, и последний раз, когда Иисус пришел, и его распяли, убили, а потом сложили слащавую для лентяев сказочку, что он якобы на все грехи наши забрал, кто в него верует, и теперь вы невиновны перед Богом, но если невиновны, можно сказать, этим верующим, а почему же вы страдаете, причем, скажем, месяцем все больше и больше, это же пустышка называется, плацебо, нет там ничего, потому что искупление не в жертве Христа, а искупление лежит как раз в тех фразах, которые Иисус сказал, если любите меня, выполняйте мои заповеди, если вы их не выполняете, вы меня не любите, то есть не любя Бога, каким образом вы можете безнаказанно присутствовать в этом мире, вы же изгрешите, значит, пачкаете этот мир, хозяин тут, Бог, а не люди, люди немножко переоценили свой, скажем, свой статус и думают, что им позволено на Земле делать все, что они хотят, и они свой же дом уничтожают, причем очень быстро, и наука тут впереди, кажется, планеты всей, чем сильнее наша наука, тем больше мы гробим Землю, потому что, в общем-то, наука 80-90%, обслуживает капитал большой, а капитал большой стремится к монополии власти и так далее, а монополия власти требует абсолютного оружия, и она становится все мощнее и мощнее, и в конце концов, люди гибнут за металл, как вот на немецкой земле когда-то было, впервые сказано. Возвращаемся вот к свободе выбора, можно сказать, вот вы здесь присутствующие, чтобы не вредить самому себе, что надо в первую очередь сделать? В первую очередь надо научиться правильно выбирать, правильно? То есть не грешить. Каким образом не грешить? Тогда надо знать состав своего, своей преступности, в чем конкретно каждый из вас виноват, в чем. Сразу еще раз этажи нарисую. Наш поступок, слово, мысль, чувство, дальше ощущение. Вот эти четыре этажа мы грешим. Ну, нормальный человек в слове не грешит и в поступках, но мысль и чувство он далеко от нормы. И вот здесь как раз таки вся борьба и происходит, потому что это проектный, скажем так, блок нашего поведения. Что у нас здесь происходит, это формирует наше внешнее поведение. Если наше внешнее поведение безобразно, а вот здесь мы прекрасны, таких людей очень много, вы видите на телевидении, вот, когда нам говорят о любви к народу, и этот народ с утра до вечера угнетает, обманывает и прочее, это вот есть такие люди. То есть у них совершенно иные цели и задачи. И Бога, естественно, они обмануть не могут, потому что Бог судить будет не потому, какие они прекрасны лицом, а потому, какие у них замыслы, какие у них черные чувства, и за это идет суд. Давайте как бы теперь обобщим. Ведь цель Христа, который пришел сюда, научить население, та часть, которая за ним пойдет и поверит в него, научить эту часть населения, как, каким образом противостоять злу, научиться быть человеком. Он дал это учение, полное учение дал, в той форме, в которой понятно было людям того времени. Простыми фразами, потому что с рыбаками, пастухами и прочим, говорить языком современным, прибавить какие-то научные формулы бессмысленно. Его поняли? Его поняли. Не совсем, конечно, потому что люди тоже, к сожалению, слово апостол обожествили, то есть, то сказать, о, апостол, это все, это первая инстанция истинная. На самом деле, Иисус говорил по поводу своих апостолов. Вы еще не можете воспринять то, что я вам говорю, он печалился по этому. То есть, за то короткое время до убийства Христа слишком мало времени, не все они поняли. Почему? А грехи-то у них были, об этом почему-то забывают. Я говорю, то, что взяли и из апостолов сделали чуть ли не богов, что они чуть ли не равноценны Христу, ничего подобного. Глава церкви был Иисус, а апостолы всего лишь его ученики. И то, что они за там три-четыре года восприняли, далеко, невозможно стать Богом за четыре года. Доказали это такие, как Сергий Родонежский, там, те святые, редкие, это в России, может быть, и здесь какие-то были, в Германии, и в любой стране есть какие-то люди, которые чего-то поняли и что-то делали. Так вот, они доказали, что для того, чтобы победить грехи, десятилетий не хватает. Ведь взять Родонежского, он несколько десятилетий боролся один в грехах, против грехов своих, и когда его потом, спустя какое-то время, причислили там к лику святых и начали чуть не поклоняться ему, он сам лично говорил, народ нас почитает за святых, но перед Богом у нас долгов еще много. Это были скромные люди, достойные люди. И лепить из них идолов, переключать внимание вот это на вот это, вот это, как раз и есть кощунство. Почему? Достойный человек был Сергий, да, Саровский, да, это, да, но их нельзя равнять с источником жизни. Это нарушение заповеди. Я Господь, Бог твой, и нет у тебя иных богов, не сотвори себе кумира. Пожалуйста. Почему люди ходят поклоняться мощам туда-туда, когда с ними всегда Бог? Через наш дух, вот наш алтарь. Почему мы к нему не обращаемся? Потому что мы его не слышим. А почему не слышим? Потому что у нас духовные уши и глаза закрыты. Сказано об этом и в Ветхом Завете, и Иисус это повторил в Новом Завете. И народ сей огрубел сердцем, и ушами слушает, но не слышит, и глазами смотрит, и не видит, и не хочет обратиться, чтобы я исцелил его. Так говорил в Ветхом Завете Исаия, по-моему, через него говорил Бог. И вот об этом говорил Иисус, говорил, что в Ветхом Завете вот сказал Бог Исаия, теперь я вам говорю то же самое. Потому что текст идет, ведь в самих храмах ведь тоже очень много правильно говорят, за исключением буквально там двух-трех моментов, но они ключевые. Да, они говорят, надо выполнять заповеди, да, они говорят, что мораль наша падает, и надо ее поднимать, вот, и нужно начинать вот с этого, с этого многого полезного и правильно делается. И можно сказать, ну что ж, можно было потерпеть еще несколько столетий, а там видно будет, да ничего подобного. Вопрос-то как стоит, ребром, будем мы продолжать жить на земле или нет? Нас приговорили уже. Идет, скажем, одно из последних заседаний страшного суда, высшего суда. Сколько пройдет? Полгода, год или там пять лет, я не знаю. Но явно, что мы катимся куда-то, либо к удару стихии какой-то невероятной мощи, либо к каким-то катаклизму социальным, где будет очень плохо всем народам. Ведь ни одной страны нет, где жить спокойно можно. Нет, давно уже. И вот, возвращаясь к цели Христа, я уже сказал, Он пришел дать людям истину. Я путь, я истина, я жизнь. Вот, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Кто не со мной, тот против меня. Ну, сколько этих фраз еще можно говорить? То есть, если ты не с Христом, значит, ты против Христа. А раз против Христа, значит, ты против Бога. А что это значит быть с Христом? В чем суть причастия? А причастие есть к Слову Божьему. Каким образом? Просвора и Когор или какие-то другие формы других религий. Но на самом деле причастие, само по себе причастие является причастием к чему-то. Самостоятельного этого слова нет. Причастие к чему? К Слову Божьему. К Христу. Он был Словом Божьем. А что является Христос? Это законы. Поэтому, выполняя законы, ты становишься постепенно все более и более причастен к этой чистоте небесной. И он назвал сюда, в сторону чистоты, избавьтесь от лени. Будьте вот такими. Делайте, как я. Живите, как я. Оживотворите в себе мое слово. То есть, не просто цитатником ходячим будьте. Надо вот так, надо вот так. Это было. Это и 2000 лет назад было. И очень люди прекрасно говорили, представители той религии, тоже надо это делать. Он говорил, они пестом не хотят пошевелить то, что они вам говорят. То есть, они сами ничего не делают, священники того времени. А сейчас что? Да, есть и хорошие священники, есть и не очень хорошие, есть разные люди, в том числе в составе церквей, в составе храмов. Но разговор-то не о них. Если бы они за 2000 лет научились выполнять законы и научили бы нас, не гудели диакомским басом прекрасные песни, это какой-то эффект зомбирования. Потому что, да, это красиво, да, это здорово. Оформление храмов. Это нужно, да, это визуализация религий. Для кого? Для тех, кто не может просто так взять и поверить. Они туда идут, там какая-то благодать, там на душе становится спокойнее и прочее. Потому что это все храм Божий, это, кажется, дом Отца, как говорил Иисус. А дальше что? Почему люди очень мало этой единицы, которые вот действительно что-то поняли, что-то делают? Это показала наша история последних столетий. Почему так мало? Потому что настоящая христианство закопано. И от единицы находят путь. А разговор говорит сейчас, вопрос стоит о нескольких миллиардах на земле. Кто пойдет? И вот этот призыв сейчас существует, он действует. Возвращение к Христу, как Абдуршин пишет вот это в книге, все эти истины. Он говорит, я не создаю никакой новой религии. Я обращаюсь просто к человеку, к его душе. Хочешь быть с Богом, пожалуйста, это вот так, как говорил Иисус. Выполняйте заповеди, если вы любите Бога. Если вы их не выполняете, вы враждебны Богу. Что бы вы о себе не думали, каким образом себя не оправдывали, вы противостоите Богу своими грехами. И если до сих пор процесс шел ламинарный, если можно так выразиться, то сейчас началась турбулентность. Закон с вас требует. Либо вы будете людьми все-таки, если вы не хотите, упираетесь и не хотите отказаться от своей греховности, то есть от враждебности, и будете продолжать пачкать этот мир, этот мир мой, говорит Бог, я уничтожу всех носителей зла и тех, кто с ними остается. Причем уничтожать будет не Бог жестокий, как некие говорят, а будет уничтожать человека его собственные грехи. Это всего лишь реализация закона. Закон будет более жесткий. Если вы знаете, что мягкие законы в неких странах привели к тому, что размузданная преступность и прочее, прочее. Каким образом, скажем, прекратить терроризм, прекратить мошенничество в особо крупных размерах и многое, потому что это зараза уничтожает суть государства. Оно начинает разваливаться просто. Каким образом уберечь это государство? Только ужесточив законы, скажем, не год будешь сидеть за коррупцию, а 20 лет. А вот за это преступление пожизненно будешь сидеть, потому что не надо убивать людей, не надо бомбы взрывать, там где-то и прочее. Это преступление. При ужесточении многие начинают думать, а, попадусь, меня же убьют тоже, или там буду сидеть 20 лет, или там 40 лет. Не очень хочется. Вот. Но в данном случае немножко по-другому. То есть сами грехи человеческие начинают возвращаться к нам. То есть когда-то была дистанция между преступлением и наказанием с Торицей достаточно долговременная, а сейчас она сближается все ближе, 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 ближе. Поэтому и смертей стало много на земле. То есть возврат идет больше. Пришла пора собирать камни. Тоже библейский термин. Вот это как бы такой блок о христианстве. И напоминаю, что если вы хотите поподробнее вот по свободе выбора, самая длинная глава в «Свете истины» в книге это «Свобода воли». Там, наверное, страниц 20, если я не помню. Это примерно так. Потому что это важнейший элемент. Если бы люди понимали, что получив свободу воли, соответственно, тогда и отвечать надо за выбор. Потому что здесь не хаос на земле. Здесь правит воля Божья. А это любовь. Она любит не только людей, но и любит все формы природы. И животных, и растений, и так далее. И если люди начинают уничтожать все это, причем уничтожать не потому, что они голодные или раздетые, просто потому, что жадные. Уничтожает леса, вырубает, продавая, вот это вот захватило всех, это жажда наживы. Это служение маммоне, то есть вот своим низменным чувством. И мы совершенно тем самым отказываемся от Бога, уничтожая вот этот нижний мир. И кто же нам это позволит? Любому верующему, ладно, не верующему, любому верующему сказать, вы что, хотите продолжать грешить и верить в Бога, ходить в храмы, целовать иконы, плакать у них, и вымаливать у Бога здоровье себе и своим детям, ничего вам не будет. Потому что если раньше Бог шел вам навстречу, думая, что вы в конце концов к нему повернетесь, а теперь Бог говорит, хватит. Вас звали миллионы лет, и вы ни разу не пошли за моими посланцами, ни разу, в массе. Единицы, которые пришли в течение там нескольких веков, это исчезающее малое количество. Разговор идет о том, что на одного праведника миллиард неправедников. И кому этот процентаж такой нужен? Естественно, что это будет уничтожено, сметено. И я что, пугаю вас? Я просто озвучиваю как Библию, так и озвучиваю душину. И в Библии сказано, что страшный суд будет. Когда он будет? Когда проповедан будет вот это Евангелие? Он сказал, когда будет проповедан Евангелие Царствия по всей Вселенной и наступит конец. Это не Новый Завет. Новый Завет проповедан был, начиная с 4 века, когда сформированы были 4 Евангелия, либо снова Нового Завета. И они уже и в Средние века были, и в поздние Средние века, и в наше время переводы на разные языки. То есть это Евангелие уже давно проповедано. О каком Евангелии речь идет? Да вот об этом. И вот оно сейчас по всей земле ходит, и люди, те, кто понимают его суть, которые душой чувствуют, что там намного больше, чем поверхностный текст. Это не просто какая-то лишняя проповедь, ничего подобного. Там огромная сила в этой книге зарыта, кто ее чувствует. Так вот, это Евангелие пришло. Оно начало где-то в конце 20-30-х годов прошлого столетия. То есть Оскар Резбергард – это тоже посланец из мира первосотворенных отсюда. Когда-то он приходил, как Илья Пророк. После этого он приходил через какое-то время, как Иоанн Креститель. Он как бы готовит почву для прихода главного действующего лица. Иоанн Креститель был перед Христом, он говорил, идет тот, который сильнее меня, я недостойен ему там сандалии завязывать и так далее. Так вот, сейчас он опять пришел в виде писателя уже в наше время и подготовил другую форму предтечи. И он объясняет, кто это, каким образом готовит людей. Ведь этой книги для людей не слабых и ищущих уже очень много. Потому что эта книга меня настолько зарядила. Я, когда начинал в 1994 году, я думаю, чем больше я познавал эти первые месяцы и годы, тем больше, я думаю, каждый раз периметр твой увеличивается и каждый раз я начинаю понимать, что это невероятное количество знаний нужно овладеть, чтобы понять этот мир. Это и до меня сто раз говорили разные люди, что чем больше ты знаешь, ты больше понимаешь, что ничего не знаешь. Потому что каждый новый слой знаний выводит тебя на целый куст направлений. И Абдуршин этот вопрос решил. Потому что вместо того, чтобы через откровение получать какую-то информацию, довольно долго и сопротивление бешеное идет, потому что тьма пытается не пустить. Не пустить. Что произошло, вот я еще раз вернусь туда, что же произошло с апостолами того времени? Ведь сразу фраза интересная, ведь не я их обвиняю. Я вообще не имею права обвинять никого, потому что и Бог нам сказал, не судите, да не судим и будете. Вот. То есть я вас дам, Бог сказал. Поэтому в интонации моей вы не найдете обвинения. Но правду-то я должен говорить, опираясь на текст Христа. А в откровении Иоанна Богослова, которое есть, последняя глава Нового Завета, во второй главе и второй стих написано «Знаю дела твои, и труды твои, и терпение твое, и знаю, что ты не сносишь развратных». Это он Иоанну говорил. «И испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, ибо они лжецы». Иисус через Иоанна сказал, что ты не сносишь развратных. То есть Иоанн, очень ему не нравилось поведение некоторых апостолов, потому что далеко не все они что-то делали хорошо и правильно. Они несли христианство, но каждый нес по-своему, а ведь с ними работали бесы. Все, что могли, они сделали. Их упрекать в этом нельзя, потому что, оставшись без главы церкви, когда Христа убили, достаточно быстро начинает, скажем, тьма расправляться через сознание, внушая в голову. Вы же сами, те, кто работаете, знаете, насколько с головой трудно справиться. То есть в мозг лезет всякая чушь. Противостоять, ну, это невероятные усилия нужны. Поэтому с этим столкнулись и апостолы того времени. Через мозг нас сатана под контролем пытается держать. И пытается внушить людям земли, что мозг – это главное для вас. Это светоч. Но ведь еще Аристотель сказал, до Христа, по-моему, он сказал, что рассудок без контроля совести и духа есть страшный враг. Потому что хитроумный человек без контроля совести, очень умный, он натворит много бед. Пожалуйста. Потому что рассудок, он не имеет категории совести. Совесть – это дух, душа. И если мы от нее закрылись, тогда вот тут вот… В основном только практицизм. Как можно больше заработать, а если возможно, и обмануть. Ничего страшного, все же обманывают. И так далее, и так далее. И все понеслось. И вот, возвращаясь к апостолам, можно сказать, отсюда ведь пошло, скажем, от Павла пошло, что не верою спасаемся, вернее, недобрыми делами спасаемся, а верою и кровью Агнца. Он эту формулу придумал. Раз верою и кровью Агнца, а откуда кровь Агнца-то взять? Значит, убить надо. То есть, получается, что апостол сказал, что спастись нам от грехов надо убить главу церкви. Кто ему это внушил? Через мозги бесы внушили ему. Это неправда. Иисус нигде в Библии не говорит в Новом Завете, что я вас кровью искуплю, потому что вы ни на что не способны люди. Вы не можете бороться со своими грехами, у вас нет ни воли, ничего, у вас нет ни веры. Поэтому я вас всех оптом верующих в меня искупаю, и вы будете невиновны перед Богом. Это бы, если бы это центральная тема, то есть искупление – это очень важный момент. Если это была центральная тема и цель его прихода, это бы красной нифтью у всех апостолов везде бы лежало, что да, это так, это так, это так. Ничего подобного. Наоборот, красной нитью проходит. Если любите меня, выполните мои заповеди. Не любящие, не выполняйте слов мои. А если будете заповеди выполнять, я и Отец придем, и обитель вас отворим. Четыре фразы в одной главе и в следующей главе, в десятом стихе. Тоже еще одна фраза. То есть на одном развороте Библии пять раз одно и то же, в разных ракурсах. Вот вам красной нитью проходит, что есть христианство, и что нужно делать человеку, для того чтобы любить Бога, почитать Бога, и тем самым навести порядок на земле. Занимаются этим храмы? Пытаются, ничего не могу сказать. А почему за ними население идет? Ведь когда-то один из священников известных, я не буду называть фамилии, не имею права, говорил, что, к сожалению, интеллигенции народ мало к христианству тянется. Вот почему-то. Ну что же такое? Говорит, мы не виноваты, как мы расписываемся. Мы ни при чем. Люди таковы. Я вот в своей статье, которую я написал, разместил недавно, говорил, что если человек, скажем, взять священника, если вот от начала христианства или даже где-то спустя нескольких столетий, даже спустя, может быть, еще что-то, вот сейчас он на современности взялся и с молодой, если он ушел в священник и попытался выполнять законы Божии, если бы он правильно настроился и понял Христа правильно, у него бы стало получаться. Если бы он, конечно, намерение серьезное. Если бы он не побоялся попасть под обструкцию собственных же коллег, которые бы его там в еретика и выгнали бы из храма, будь здоров. Через три дня. Вот. Если бы он начал выполнять заповеди, прошел бы год, два, три, пять, семь, десять, и жизнь его начала бы подниматься. У него здоровье стало бы, независимость от возраста. Он переставал бы болеть. Почему? А потому что, соблюдая законы, ты начинаешь попадать под гармонию. Ведь это есть луч, который сотворил человека. И если ты этот луч пускаешь в свое тело, через разгребание, вот, если можно было стереть вот это все, вот эта туча, которая чем уничтожается? Прекращением греховности и искуплением, правильного искупления, то есть через смирение. Я каждый день принимаю таким, как он и есть, без всякой претензии к людям, к властям, к церквям, кому бы то ни было. Потому что этот день я заслужил. Вот как сегодня есть, со всеми ее бедами и радостьми, это мой день. Да, у меня заболело что-то, значит, есть за что. И завтрашний день, и послезавтрашний, каждый день я говорю, да, Господи, я принимаю, у меня нет никаких непредвидений. Причем искренне, не елейно, ой, я это понимаю, понимаю, у самого тут возится, да когда же это кончится, да мне уже надоело все это. Вот это вот лицемерие. А внешне-то какая благодать на лице, как блин размазанный, прямо такой счастливый стоит. Он в Бога верит, вот он такой. Это и есть лицемерие. Две тысячи лет назад то же самое было. Это показуха все. Вот поэтому, будучи таким священником, если бы он действительно выполнял, а если бы он еще не один, а пошли бы хоть какие-то десятки людей в выполнение, они бы дали пример, они бы показали, что жизнь в христианстве дает очень много. Христианство – сильная идея. Она очень мощно защищает человека от бед, от неприятностей и так далее. Вот это и фраза бы составилась. Спасить сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. А если ты будешь говорить и призывать к заповедям, а сам их выполнять не будешь, твое слово никогда не будет поддержано сверху. Твое слово будет пустое. Почему? А потому что звук есть, даже чувство есть, потому что человек искренний, он несет Слово Божие. Но отсюда заряжаться не будет светом. Поэтому распространение звука и даже на чувственном уровне идет зарядка человека. А вот в верхнем этаже вот душа, скажем, человека, который пришел послушать священника, а вот душа священника. На верхнем этаже от этой души луч не идет. Почему? А потому что священник греховен, он не выполняет заповедей. Даже говорит, что вот все, ты искуплен, ты невинен перед Богом, приходи еще, мы тебя еще отпустим, еще отпустим, 20 раз отпустим, если надо. Здесь ты не идет, потому что человек, говорящий неправду, закрыт от Бога. Нельзя говорить неправду. И контролирует этот процесс воли Божьей. Поэтому от души, от духа к духу нет передачи, а это же главное. Поэтому, когда человек говорит и делает, он начинает через веру и через победу над своими грехами, то есть выполнение тех же самых заповедей, он начинает задействовать свои верхние этажи. И тогда у него и слово, и чувства, и мысли, и верхние этажи все вот так вот работают до самого верха. И на уровне духа идет закладка информации. Там тоже информация закладывается. Мы привыкли считать как материалисты, что закладка идет только через слово. Нет, она идет по всем этажам закладка. Иначе можно сказать, здесь это мир разумный, а там какие-то непонятно что делают. Брызгаются друг друга, лучиками играют. Нет, там более серьезные миры. Это только какой-то грубый слепок того. Там тоже идет обмен информацией в совершенно другом уровне. Как вот здесь, как телепатия, там еще быстрее, потому что жизнь там намного более быстрая. Мы в теле имеем, говорю, распоряжение волна 300 тысяч километров в секунду. Уже мир чувств или мир астральный, как его называют, имеет на два порядка быстрее волны. И чем выше этажи, тем быстрее волны. Поэтому на уровне духа закладка идет почти мгновенно для нас. А потом, человек через какое-то время начинает это все осознавать. То есть знание постепенно спускается здесь. Здесь человек, конечно, работает, а не спит на ходу. Вот вам примерно, что есть суть христианства и как к нему присоединиться. В этом и есть причастие. Хотите быть причастными? Пожалуйста. Нужно ли ходить в храмы? Я считаю, что, да, неплохо иногда зайти в храм, потому что там поспокойнее. На улицах стало тяжело от эмоционального фона людей. А там в какой-то степени защищенность есть. Можно помолиться? Прекрасная молитва «Отче наш» есть. Есть и другие формы общения. Пожалуйста. Молитва, если ее компрепарировать, а это сокращенное Евангелие. Очень коротко в нем все есть. Ведь когда человек говорит «Отче наш сущий на небесах», ведь если он не верит, слова его лицемерны, если нет веры. Почему? А что ж ты тогда говоришь «Отче наш», если ты в него не веришь? Значит, он тебе не отец, получается? Нет веры, значит, ты говоришь пустышку. Очень важно это понять, что только вера дает настоящее право обращаться к тому отцу, в которого вы верите душой, а не проговариваем, ля-ля-ля-ля, вот эта пустота. Кощунство. Это сплошь и рядом миллионы людей кощунствуют, потому что настоящей веры нет, а лопотания есть. Опять две тысячи лет, как прошло, ничего не изменилось. Отче наш сущий на небесах да светится имя Твое, да будет воля Твоя, Твоя воля будет. А эта воля приходит строго и ясно и начинает возвращать нам наши же грехи, лупит и лупит с утра до вечера все человечество, и люди просто взвыли уже, да что ж такое, да где же справедливость, да где же Бог? От чего это? От невежества. Если Бог бы, мы Его слышали, а мы Его не слышим, из-за вот этой тучи укаживаясь своя собственная туча, мы Его не слышим Бога. Каким образом диалог Бога с нами происходит? Только через возврат грехов. Потому что других возможностей связаться с Богом нет. Те люди, которые взяли на себя, скажем так, труд нести Слово Божие, они сами заперты. Они даже не очень чувствуют, что приближаются к нам сейчас. Да, на каком-то архиерейском соборе признали, что все-таки, наверное, суд идет, да, но они далеко не первые. Поэтому молитва это очень строгая вещь. И дальше, если продолжать, да будет воля твоя, то есть, ну, мы зовем ее, если ты поговоришь, да будет воля твоя, приходит воля, она тебе не нравится. Чего же ты ее зовешь, человек? Ты же сам своими словами говоришь, да будет воля твоя. Не нравится, тогда не зови. Чего же ты молишься? Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Что мы просим? Я прошу одного, чтобы в моем сознании я не пропустил какой-то грех для меня неосознанный. Для меня это очень важно. Почему? Хлеб насущный дай мне свет, чтобы он высветил, и если у меня где-то что-то не то, пусть лучше меня серьезно накажут, и больно мне будет. И через эту боль я найду, в чем я грешник, и начинаю это искоренять. То есть указать на мою ошибку, тем самым уничтожая эту ошибку, я перестаю грешить в каком-то невидимом для меня пока спектре. Переставая грешить, я закладываю более хорошее будущее. Как видите, цепочка логическая прокладывается. Это же надо понимать. Поэтому хлеб насущный дай нам на сей день. Хлеб живый, шедший с небес. Он мне и показывает, да, мне иногда больно, мне иногда кто-то, кто-то говорил очень обидные слова, но я видел в них правду в свой адрес, и мгновенно эту обиду сковывал, и про себя говорил, спасибо. Даже до слез было спасибо, хоть мне и больно было, но зато человек в лоб мне сказал то, что, может, кто-то постеснялся мне сказать. Поэтому правду скажет вам только друг, а враг вам будет рстить, вокруг вас обхаживать, и так далее, и так далее, потому что ему так выгоднее. Дальше возьмем молитву. Прости нам, Господи, так, как и мы прощаем должникам своим. Мы кому-то прощаем, даже в огромном случае, или во многих случаях, даже среди тех людей, которые уже поняли все, и двигаются обиды сплошь и рядом, и друг на друга. И опять же, то на власти они обиделись, то еще на кого-то обиделись. Что такое обида? Обида – это реакция на кажущуюся несправедливость. Тогда вы этого ничего не поняли. Потому что обида говорит, мне не нравится закон Божий, который возвращает меня через власть, через моих там близких дома, через соседей, через там коллег по работе. Нам возвращает воля Божия наши же грехи. И мне это не нравится. Я говорю, да, Господи, я Тебя зову, я хотел бы, я вот делаю все, что могу, и продолжаю при этом обижаться, не признавая де-факто закон Божий. Опять лицемерие. Как видите, в одной молитве концентрировано дано Евангелие, все есть. Но только люди не понимают поверхности, прочитав текст, и умиляются, как они здоровы. Ведь никто не считает, кроме меня в нашем подъезде. Знаю, там пьют, там сквернословят, там дерутся, там собаку выгуливают, но им не до этого. А я молитву читаю каждое утро по пять раз, вечером по пять раз. Почему? Да батюшка сказал, епитимию даже наложил за мой грех, что вот нагн делал. И человек забывает, что если епитимию наложили, на тебя прочитать молитвы столько раз, сам батюшка тогда нарушает закон. Почему? А сказано, не поминай имя Господа в суе. Это нарушение одной заповедей. Если ты будешь читать молитву, мои еще раз, никто искренне не может читать много раз молитвы, потому что молитва — это очень интимный процесс, очень интимный. И нужно очень хорошо душой прочувствовать, хочешь ты этого или нет. Если душа пока вот не требует этого, не надо этого делать. Не делайте того, что вы ненавидите, как говорил Иисус. Перед небесами все открыто, ваше лицемерие прекрасно видно. Если вы это делаете не от души, это просто шевеление губ и языка. Вы опять лицемерите. Когда вы будете настоящими? Когда вы будете искренними? Диалог этот у нас непрерывно идет все 24 часа в сутки. Мы только не воспринимаем этого диалога вверх и с нами. Давайте разберем одну прикладную вещь. Если будут вопросы какие-то, чисто по сути христианства, много еще можно сказать, просто я иногда не вижу особой необходимости сразу вот об этом и об этом только говорить. я рассчитываю на то, что вы что-то уже знаете, что-то уже в вашем сознании уложилось, поэтому такой немножко массированный где-то там 10-15 минут не помешает. Напомните. Вот смотрите, человек. Это его, скажем, оболочка телесная. Напоминаю, что дух человеческий вечен. То есть он не умирает, не погибает. И то, что вот верхние этажи его, то, что я рисовал, духовные, там всегда чисто. Испачканным мы только мир чувств, мир мыслей и физический мир. Здесь вся наша греховность, а сама душа наша чиста. Просто слабый дух не может контролировать этот мир. И только сильные в духе, как говорится, царство небесное силою берется. Нет воли тебе, нет терпения в тебе, нет давления вот этого внутреннего. Я хочу, нет этого поиска. Значит, ничего у тебя не получится. Ты-то на этом поле слабый колосок, и первый же дождь и ветер тебя сдует. Вот сейчас, собственно, это и происходит. Сейчас молодежь погибает вот в окружении, те даже, которые попадали на семинары. И неплохие люди. Смотришь, одного там убили, другой умер. Третий еще что-то. Почему? И мне говорят, что же они вроде все поняли. Я говорю, посмотреть это, как видеофильм, и забыть про это, и делать свои пакости опять, это не значит, что вы что-то поняли. Вы здесь что-то уложили, записали, вы можете даже крутить эту пластинку цитатную, но если вы душой не работаете, никакой пользы вам не принесет ни крещение, ни осознание христианства. Оно должно быть действием. Действием Слово Божие должно ожить в вас. И только это есть причастие. Только это. Я еще раз и еще раз как бы педалирую вот эти слова, чтобы вы поняли, что только в действии есть польза. А говорят красиво очень многие люди. И обманщики в том числе. Так вот, вот это условно мышление, это чувство. А в чувствах есть страх, есть зависть, а зависть подразделения какие-то, имущественная зависть, есть зависть к красоте другого человека, к таланту другого человека, еще к чему-то. То есть это такие веточки прорастают. Вот страх тоже есть, животный страх, все, конец мне и так далее. А есть инстинкт самосохранения, и он полезен. То, что мы живем в непростое время, и надо смотреть в оба, для того, чтобы не попасть, скажем, под машину там или что-то. Вот. Есть тщеславие, это гордыня, самомнение, чванство, неспособность выслушать чужое мнение спокойно, пусть оно даже для вас там, может, совершенно противоположно. Ну так что? Ведь каждый раз, когда вам не нравится то, что человек говорит, это, ну, он имеет право. По закону выбора он имеет, да, он не прав, но ведь дело в том, что его неправота к нему через какое-то время и вернется. Вы можете попытаться его убедить, сказать, мне кажется, что это вот так, мне кажется, что для жизни лучше вот так. Нет, я вот считаю так. Оставьте его в покое. Но считаю так, он пусть считает. Ведь Бог сказал, аз вас дам. Каждому я верну все, что он сеет. Каждому. А сейчас это быстро еще возвращается. Это вот тщеславие. Возьмите, уныние есть. Что еще есть? Обида, раздражение и гнев. Это как высшая фаза раздражения. Ну, что еще? Ревность есть. Какие еще эмоции есть? Не хорошее. Ну, из плутовства. Там, но плутовство, это уже действие. Оно основано на чем? В основном на зависти, на тщеславии, вот, и на лени, на эгоизме. Ну, этого, мне кажется, хватит. Смотрите. А жадность? Жадность. Вот бьет имущественная зависть. И жадность рядом ходит. Что-то еще я вспомнил, уже забыл опять. Да, измы, материализм. Это же идея, правильно? Это свой идол. Возьмите фанатизм. От арабского слов фана, самоотречения. Какие измы еще есть? Национализм. Тоже идея сильная в головках, в некоторых сидит. И так далее. Вот измы все, это влияние на голову. Это те бесы, которые контролируют нас через голову и заставляют формировать поведение негативное. Вот и ненависть через национализм, ненависть к целым народам, к какой-то расе, к цвету кожи, конкретным группам населения и прочее, прочее, прочее. Да, есть люди, которые, и тоже группы населения, которые плохо себя ведут. Но еще раз говорю, оставьте суд Богу. Главное, защищайте себя. Вы имеете право защищать себя, свою семью, свою страну. Да, участвовать в каких-то там событиях социальных. Если молодой человек, значит, он будет призван в армию. Да, он обязан защищать свою страну. Это его, кажется, обязанность, Родину защищать. Это нормально. Вот. Но здесь другое. Я о другом говорю. Что при всем при этом неплохо бы от этого отказаться. Фанатизм, самоотречение. У меня есть книга такая, вот, «Восточные мыслители» и «Западные мыслители». Там как раз это вот перевод есть. Вот. О чем это говорит? Что сидит человек и точит его, точит, что именно только наша религия лучше всех, остальных надо чуть не сжечь, убивать и уничтожать. Давай против всех организуем единый фронт. Кто это говорит? Это бес говорит. А Бог говорит, «Если любите меня, выполните мои заповеди. Не убей, не укради. Не это, не это, не это. Я вас дам». Закон-то действует, судья с нами всегда. Куда ты лезешь со своим черным рылом, как говорится, судить других людей, уж извините за грубость. Вот поэтому, вот это же чушь все, это бесы, это бесы, это бесы, материализм, что такое? Это добровольный отказ от собственной души. Не только от Бога, от души собственной. Человек превращается в очень ограниченное существо, еще как цыпленок, который так и не родился в этом мире. Он не родился, он не способен любить, что то, что в материализме происходит, это влечение, это чувственность, это только землю. А вот ощущения любви нет, потому что надежда, вера и любовь, это только дух и совесть там же. Хотя у материалистов, не скажешь, есть и люди с совестью и честью, да. Но любовь приходит только тогда, когда открывается духовное. Потому что любовь это не влечение, это служение, прежде всего Богу, служение. И если ты умеешь служить Богу, ты всегда сможешь любимому человеку дать радость и так далее. Потому что ты будешь нести вот этот свет своему любимому. Отказ полный от эгоизма, полная свобода своему любимому. И если двое так могут друг другу, значит, они что-то поняли в этой жизни, эту Тору. Вот этого, как раз, и не хватает. Потому что на земле два пола, мужчина и женщина. Если между ними нет лада, тогда никогда света на земле не будет. Поэтому сатана очень серьезно занимается вот этой проблематикой через своих бесов. Вот. И как только в человеке, в мужчине и женщине начинает назревать что-то светлое, хорошее, улюлюкая, все бесы пытаются отравить эти отношения. Либо, ну, через того, кто в семье послабее. Если это мужчина послабее, значит, через него начинается грубость, там ревность непонятно за что, преследование, какие-то тычки, вот унижение. Если женщина, извините, стервозно, как говорится, то она начинает клевать, долбить, пока мужчина просто из дома не уходит. Либо начинает пить, либо каким-то образом забывается, либо говорит, я ушел в бассейн или там в теннис поиграть. Она сам может пойти пиво попить. Ну, и к другой женщине может уйти, потому что мы сами, разрушая отношения, толкаем своего партнера на, кажется, на прелюбодеяние. Раз мы написали, нарисовали тело, давайте посмотрим, куда бьют вот эти все эмоции. Единственное, что нужно сразу сказать, что эмоции примерно, примерно, не могу сказать за это коэффициент, но на два порядка точно, в 400 раз быстрее скорости света. Вот умножьте и поймете, какой силы волна бьет по нашей материи. И это торсионная физика сейчас такие знания принесла, несколько десятилетий она уже есть, что есть волны быстрее скорости света. Это как раз и есть область наших чувств. Поэтому, когда волна 3 на 4 12, 2 нуля и тут 5, раз, два, три, 4, 5, это сколько будет раз, два, 120 миллионов, да? Или что-то я неправильно посчитал. Ну, неважно, факт, что сумасшедшая цифра, как говорится. Вот, импульс, масса на скорость, когда какая-то воля это есть, как бы масса, умноженная на скорость, вот чья-то черная воля, такого же беса. А у нас, если какой-то бес сидит, скажем, беса зависти, что происходит, когда человек начинает кому-то завидовать? Он выбрасывает беса, рождает его, он родитель этого беса. И вот этот океан бесовщины, который наплодили за всю историю Земли люди и сейчас продолжает плодить. Вы знаете, это тоже невероятно огромная масса этих бесов. Мгновенно по закону подобия, потому что характеристика волны зависти совпадает с характеристиками этих волн. Мгновенно происходит явление резонанса, и отсюда как даст водопад отсюда? Соединение. Поэтому скафандр человека пробит, и в нем сразу возникает вот это, он не может устоять, и начинается вот это внутреннее разрушение. А раз он это сделал, и раньше это делал, ведь все это начинает сториться, к нему возвращаться, и куда это бьет. Если это материальная зависть, значит она бьет в третью чакру, как это индусы называли. Это как бы потусторонняя часть наших нервных сплетений. Сюда жадность бьет, сюда бьет материализм, сюда бьет имущественная зависть. По второй чакре, это поясница, бьет зависть по красоте, по внешности, вот хотелось бы ту внешность, а если у меня ее нет, хотелось бы, чтобы у этого человека внешности это не было. Ну, очень хочу, ну, очень. Человек может так не надувать губы, но внутри у него эта эмоция есть. Ему становится даже на душе нехорошо, он говорит, почему мне так нехорошо? А бесом говорит, потому что этот человек тебе вредит, а вредит. Понимаете, как идет подмена понятий, вот так бесы нас пасут через голову. Не надо этому верить, потому что, еще раз говорю, прекрасно, у нас есть инструмент, душа, и надо разбираться, потому что тебе плохо, и не надо верить первым вот этим, надо серьезно разобраться, надо быть беспристрастным к собственной персоне, это очень важно. А мы и так легко покрываем свои ошибки, зато видим ошибки других. Тоже отмечено Христом, что бревно в своем глазу не видите, а сучок в глазу, ближнее увидите. То есть Иисус прошелся уже этими маршрутами давно, выявил все слабые точки человека и дал прекрасный комментарий в Новом Завете по поводу каждой нашей слабости. Но только мы все это заламинировали благодаря нашим храмам и сказали, ну вот истину эту трогать нельзя и понимать ее только через священника. Ключи от истины у них в кармане. И попробуй это понимать по-своему. Нет, ты еретик тогда. Раньше жгли, убивали, сейчас только позорят и называют еретиками. Ну, право-то мы имеем разбираться. Имеем. Мы кому-то этим вредим, нет, не вредим. Наоборот, какая-то польза приходит. Так вот, зависть бьет по второй чакре, это поясница. Зависть к внешности другого человека. Скажем, зависть к таланту куда бьет? Пятое. Почему? Чеславие. Чеславие, гордыня сюда бьет. Сюда и обида бьет, чеславие бьет. Сюда бьет такое понятие, как горе, когда у кого-то что-то случается, вот тут спазм, когда очень больно за что-то. Вот здесь потеря какая-то, что-то с ребенком очень серьезное. А страхи тоже сюда бьет, кстати, в третий страх. Помните, медвежья болезнь здесь, как раз сразу человек куда-то бежать надо, потому что сразу слабость в желудке. Это страхи. И дальше что, ну, можно еще что сказать? Раздражение бьет и в горло, и в грудь. Туда же и гнев. Тут ревность. Ревность это голова, запирание ног идет, запирание рук идет. Вторая, четвертая. То есть, что, допустим, мужественность у человека здесь, мужчина, у женщины женственность уничтожается. Вторая, это способность, во-первых, быть здоровым на этом этаже, во-вторых, отдавать радость другому, скажем, мужчине или мужчине-женщине. Это запирается все это. Мы пачкаем сами себя. И поэтому удивляются, почему нас не хотят больше. Я же уже крашусь, и я там это все. Мужчина тоже гоголем ходит, и я-то какой, у меня же все тут накачано. А на него смотреть иногда противно. Почему? А потому, потому что он испачканный. И человек, который немножко поднялся выше нашей средней планки, он это чувствует, и женщина чувствует, и мужчина чувствует. И вот начинается вот это тщеславие, какое уязвленное самолюбие. Мне самцу отказали. И тогда такое полыхание начинается в адрес этой женщины. А иногда и на весь женский пол. Да, они там еще поищут такого, как я. вот это вот начинается все. Вот это все человек. Я ничего не выдумываю. Я прожил довольно долгую жизнь, все это многократно видел. И вот то, что называется чакра, я сразу скажу, что есть кто, я об этом раньше говорил, что на уровне чувств, вот они, скажем, это мысли, это чувства, чакра, это всего лишь рассеченный белый цвет. Вот жизнь к нам идет от Бога. и от Духа, типа, Духа это и есть жизнь. На уровне астральном или чувственном она рассекается на спектр. Индусы когда-то это поднаблюдали, поскольку выше астрала они никогда в своих учениях не поднимались. И для них чакра это предел познания, все. Поэтому, можно сказать, спектр какой? Был раньше красный, потом был, по-моему, жел... Нет, напомните, оранжевый, да, оранжевый, потом был желтый, зеленый, синий, синий, помнили, голубой, синий, фиолетовый, да? А сейчас какое... Потому что вот этот пришелец, он принес немножко другой спектр. Я когда-то с йогами спорил, я им доказал, что этот спектр значительно сильнее, чем тот спектр, который был раньше. Когда мы, скажем, скрестили шпаги, я говорю, если вы доверяете, я этот спектр в ваш адрес направлю. А мне тогда было, это 94-й год был, с апреля месяц я начал, это было примерно где-то август или сентябрь того же года. Сколько там месяцев? Май, июнь, июль, август, то есть, ну, грубо говоря, пять месяцев. Я как новорожденный, они там по 20 лет, они в Ашрамах в Индии жили, и с таким опломбом со мной беседуют. Вот, я говорю, нет, сейчас спектр какой? Красный остался, вместо оранжевого розовый идет, нежно-розовый, желтый остался, зеленый остался, вместо голубого, по-моему, или так, голубой остался, а вот вместо синего идет белый, причем раскаленный, как сварка, и с лучами золотыми, а вот этот идет пурпурный, темно-розовый. Вот, и почему сменилось вот этот и вот этот спектр? Это главный провал человечества, как, кстати, вот в «Зеленой книге» как раз и написано в «Свете истины». Везде рассудок виноват, рассудок, рассудок не сам, а то, что через него вас держит под пятой сатана. Потому что мы его доверили, и он, скажем так, обеспечивает свое над вами господство только через ваш рассудок. И если вы рассудок поставите под контроль своего духа, бди и молись, это будет первая и очень важная победа. Мы об этом попозже поговорим конкретно, как это делается. Так вот, возвращаясь к чакрам. Ну, значит, понятно, да, что такое чакра. Я просто пользуюсь тем же термином, в переводе с индийского это «колесо». На самом деле, это не колесо, это всего лишь навсего спектральное развитие белого цвета. Вот он, естественно, контролирует, каждый цвет контролирует какие-то, видите, эмоции. Какими-то эмоциями мы, вернее, нарушаем какой-то луч. Да что такое? Солнце взошло. В голова, еще раз говорю, измы. Здесь обиды, здесь раздражение, гнев. Он, кстати, на сердце падает, раздражение, гнев. Чеславие, горе, эгоизм сюда бьет. Здесь мужественность, женственность, здесь жестокосердие. И ревность сюда тоже бьет, потому что она разрушает сердечные отношения. Да, наверное, не закроете, нет? Так же, как разрушение поясницы. То есть мы неправы. Почему мы неправы, когда мы ревнуем? Потому что нарушаем закон выбора верхний. Ну, не выбирает тебя женщина. Она от тебя отказывается. Почему? Не обязательно, что вы неправа, она права. Иногда бывает, что женщина не понимает. Вот ее какой-то такой красавец увлек, и она прям, раскрыв глаза, кидается к нему в объятия. Месяц второй проходит, он ее бросает, и все. И она к второму, к третьему. А нормальный мужчина не, скажем, не понимает, почему его бросили. Ну, можно сказать, почему? А может, потому что ты неяркий? Ведь в отношениях между мужчиной и женщиной должно быть заложено, что женский дух и мужской дух, они вместе должны, избавляясь от грехов, становиться все ярче, потому что что глушит нашу любовь на земле? Грехи. Чем меньше в тебе грехов, тем ты ярче становишься духовно. А дух – это и есть любовь. Мы ее заперли сами. Поэтому, уничтожая грехи, мы становимся сильнее, ярче, воля вырастает. Именно женщине нравится такое. Так же, как и мужчине нравится, когда женщина становится более нежной, более чувствительной, и от нее такая благодать и такая радость идет. «Да что еще тебе надо, мужчина?» Понимаете? Мы сами гробим эти отношения, удивляемся, почему никак верности-то нет. Кому быть верным? Можно верным быть только любви. А когда нет любви, будет одно влечение. А влечение через мозг нас полусылает. То к одному партнеру, то к другому третьему. И нигде не напьешься. Можно менять бесконечно, пока еще есть силы. И куда мы придем? Мы придем в тупик, и твоя душа навсегда останется голодной и неудовлетворенной. Любви ты так и не получил. А почему ты ее не получил? А потому что ты сам любить не умеешь. Сам не можешь дать ничего. И по закону тебе эта любовь, и неположенная, она никогда к тебе не придет. И упрекать кого-то или кого, в чем-то, в неверности и прочем, бессмысленно и бесполезно. Только гробить, опять же, свои поясницы. Это, это, это. Вот мы такие вот перед лицом Господа. И упорно держимся за это уже миллионы лет. Я не говорился миллионы лет. Но мы говорим о современном моменте, что пришла пора от этого отказываться. Если мы будем продолжать пачкать себя и мир, мы будем погибать. В большей, быстрее или медленнее, не знаю. Но вот это все нас разрушает. А дальше начинается, это только анализ, скажем, ближайшего потустороннего. А на что это влияет? Солнечное сплетение. Это кишечник, это желудок, это почки. Сопутствует тут весь этот этаж, разрушается. Вторая чакра, соответственно, помогает. А первая чакра запирается от чего? Духовная лень. Духовная лень, естественно, порождает и прочую лень. Тогда что? Позвоночник начинает барахлить. Здесь что-то происходит, здесь есть такое понятие ликвор, спинномозговая жидкость. Смотришь, происходит разное давление в разных этажах этого позвоночника, приводит к заболеванию. Идет слабая мышца, потому что человек еще и телесно не очень движется. Соответственно, кость на кость. Мышцы не держат, начинает трение между позвонками, появляется защемление грыжи и прочие-прочие остеохондрозы и так далее. Физическое движение и то уже может многое помочь человеку. Но для того, чтобы физическое движение справиться, надо дух свой зарядить. Это и есть наш хозяин. Он не даст тебе быть лентяем. Отсюда рассказывают, рассказывают, рассказывают по здоровью, что мозги наши болеют, атеизмов больше всего. А измы – это входы для чертей. Тебе через фанатизм достанут, через национализм достанут, через материализм, который сидит без... Говорят, да где ты видишь Бога? Ты посмотри, что на земле творится. Где же справедливость в этом божественном мире? Все друг друга обманывают, топчут ногами с утра до вечера. И вот это то. В семьях вон ладу нет. В церквях люди бизнес делают. И так, где Бог-то? И можно сказать, Бог здесь. Но ты его не видишь и не слышишь. Найди в себе. Ведь Иисус говорил, не поклоняйтесь идолу созданными руками человеческими, ибо Бог внутри вас. Это слова Христа. Он здесь. Ибо породив человеческий дух, вот Бог, а вот дух человеческий, вернее, вот. Пустите этот дух на землю. Пустите это, значит, уничтожить плантацию с грехами вашими. Все. Больше ничего не надо. И Иисус говорил, как это делается. И сейчас это все есть, как это делается. Всего лишь навсего надо избавиться от своей лени. Ну вот, забыли сказать про уныние. Уныние, по мнению многих людей, особенно у пожилых, это такая, кажуясь, мирная эмоция. Ну что я плохого делаю, когда мне вот внутри так нехорошо. Меня забыли мои дети или внуки. Никто мне не помогает. Жизнь тяжелая. Кругом то, да, то, да, то. Это постоянные такие стянания. И можно сказать, греховные это эмоции или нет? Да. Что такое эмоция? Это тихий и непрерывный упрек Господу Богу за то, что он плохую жизнь нам устроил. Да, допустим, какая-то бабушка может сказать, я же никого не обвиняю. Это на словах. А эмоция-то обвиняет. На эмоциональном уровне обида обвиняет, страх обвиняет, уныние обвиняет, гнев обвиняет, потому что это кажется несправедливо, несправедливо, несправедливо. Эти эмоции говорят о том, что человек признает жизнь несправедливой. Напоминаю, а кто эту жизнь строил? Вот возьмите любого человека. Это собирательный образ человека Земли. Любой человек живет в едином законе. Что ты сеешь, то и будешь пожинать. И вот именно жатва, когда приходит возврат твоих грехов, вызывает у тебя уныние, или обиду, или страх, или что-то. Ну, а кто же это делал? Поэтому незнание этого закона, к сожалению, приводит к колоссальнейшим заблуждениям и ошибкам, и выбросу колоссального количества бесов, без обиды, без уныния, без страха, и так далее, и так далее, и так далее. Сотни миллионов людей за свою жизнь, знаете, сколько миллионов этого наплодили? Это тоже грязь эмоциональная, и она тоже за нами висит, и мы за нее должны отвечать. Материалисты считают, что ничего не делают, а для Бога все миры одинаковы. Для нас, кажется, вот это значимо, а то, что там происходит, ну, не так уж важно. А Богу-то нет. Все эти миры одинаковы. И одинаково несете ответственность за ошибку здесь, здесь или здесь. Везде все одинаково. Поэтому, если Христа убили, как и пишет Абдушин, а сейчас второго попытаются опозорить, оболгать и оклеветать, и все средства массовой информации, когда Он объявится, будут против Него, как и сказано, все цари земные отдадут своей власти силы зверю, будь с Ним заодно. Будет страшная драка и возня. Вот. И многие поверят, что это лжецы, там и прочее, и прочее. Те, которые не имеют открытой души. Только ощущение поймет, кто перед вами. Обмануть невозможно будет. А те люди, которые посчитают, что это ложь, они так и не получат помощи. Как видите, лучше сейчас потихонечку разбираться с этими завалами, выходить на уровень ощущений, чтобы в нужный час знать, кто перед тобой очередной лжец или тот, кто принес нам спасение и правду. Это тоже важный момент. Поэтому ныне это упрек Господу Богу за то, что жизнь устроена плохо. Можно сказать, жизнь прекрасна. И в ней выстоит сейчас только тот, кто способен отстоять себя, хотя бы себя, от того, что творится в мире. А защиту это способно дать только крестная сила. А крестную силу, еще раз говорю, надо пустить в себя. А пустить в себя можно только открытой верой, настоящей, сильной верой. Волей своей это сила Духа вашего, терпением, смирением, которое искупает прошлые грехи. Ни один грех, ни одна пылинка со стороны храмов ни разу никогда не было списано. Это произошло несколько столетий спустя, после смерти Христа. Когда кто-то предложил, что вот отпускай, давайте будем отпускать грехи. Иисус никому не поручал отпускать грехи. И в первые века христианства этого вообще не было. Поэтому удивительно, что все это придумано, потому что вместе с христианством вот это и родилась ложь, что Иисус кровью своей искупил все. А тогда зачем грехи отпускать, переходить в храм, если он и так все искупил? Давай еще раз те же самые грехи. Нет, говорят, они же новые грехи наделали. Как здорово, Иисус погиб за вот этих людей, которые продолжают это делать. Какой-то абсурд. Почему? Если уже из-за вас пострадал Господь Бог и отдал свою жизнь, допустим, предположим, почему же вы продолжаете грешить? Вы же тем самым еще раз и еще раз и еще раз распинаете Христа своим поведением. Вам что, мало этой жертвы, если уж вы в нее верите? Значит, придет второй, а у вас грехов-то опять миллионы, куда же их девать? Давай и второго разопнем, может, он еще раз нас спишет, все. Мы же логически к этому моменту опять приближаемся. Это опять абсурд. Один раз наступили на грабли, поверив вот в эту чушь, и сейчас будет то же самое. Поэтому искупать грехи за нас никто не собирается. Искупление нам предложено. Как? Прощайте, прощены будете. Кому вы простите, того и Господь Бог простит. Если вы будете прощать условия, если вы будете прощать, и вас Отец Небесный простит за наши грехи. Вот конкретный грех, он конкретный обидчик. Вы его простили, вас писали этот эпизод. Еще раз простили, еще один бес уничтожен, еще простили, еще 20 раз, сто раз простили, сто бесов уничтожен. Поэтому когда человек верит вот эту чушь для тьмы, для бесов и сатаны, это не опасно. Это не есть борьба с бесами, это не есть борьба с тьмой, это не есть борьба с ленью, а борьба с ленью и с бесами конкретно есть так, как сказал Бог. Прощайте и прощены будете. Только в этом результате, когда вы сознательно понимаете, что если я грешник, я должен перестать обижаться, потому что на меня падает только последствия моих грехов. Я сам виноват, что у меня такая жизнь, сам виноват. Я это искренне признаю. В таком случае Бог это видит и понимает, что этот человек понял. Простил сто раз, сто бесов нет, миллион раз простил, миллионов бесов нет. То есть твоя карма, как и вот индусы, твое прошлое искупается постепенно, сразу это не может быть. Доказали это уже в наше современное, вот последние века. Опять же, те же Сергий, Саровский и так далее. Их несколько человек, достаточно ярких. Есть, конечно, люди, которые меньше, но слуху. Они тоже есть. Вот это небольшая группа людей, которые доказали, что только десятилетия нужны для того, чтобы привести себя хоть в какую-то норму. Они были на 2-3 головы выше, чем остальные люди, поэтому на них обратили внимание. Из них, опять же, ляпят идолах, но на самом деле это был путь, они реально это делали. Чем они спасались? Этим? Нет. Потому что они все христиане были. Но почему-то одни христиане стали вот такими, а другие искупленные, искупленные в кавычках христиане не стали такими. Значит, опять же, вопрос не в жертве, а в трудоспособности в духовной человека. Способен он работать над собой, избавляться от грехов или не способен. А раз не способен, никакого отношения к Богу ты не имеешь. И тогда ты будешь вычеркнут из книги бытия, потому что ты вредитель. Ты против закона, ты законно нарушаешь и не собираешься от своей преступности отказываться. Грех – это преступление. Где вы видели прокурора, если он настоящий прокурор, и закон, который потакает преступнику и говорит, так сейчас мы прокурора одного повесим, а ты будешь не виноват. И все, которые верили в этого прокурора, все невиновны. Вы свободны, выходите все из тюрьмы на волю. Все, повесили там одного, он за вас решил все принять. Это абсурд, как на уровне земли в юридической практике, так и на уровне Бога. Почему-то Богу в этой логике отказывают. И считают, что справедливо, когда миллионы людей вроде бы искуплены, а погиб за них совершенно невиновный. Это, скажем так, это видимая несуразность, но здесь страшная неправда зарыта. А зачем тогда человеку работать, если за него кто-то уже это сделал? Ибо искупление грехов равноценны невиновности перед Господом. Но нам живется, как плохо жилось, так и продолжает. То есть это, опять же, пустышка. Со всех сторон, как ни возьми, это чушь, грех и потакание лень. И кто это обслуживает, эту неправду? Кто ее обслуживает, я не буду пальцем показывать. Вы сами знаете. А те, кто служит неправде, не служат Богу, мягко говоря. Потому что один из апостолов сказал, кто говорит, что познал Бога, но заповеди не соблюдает, тот лжец и нет нам истины. Это соборное послание святого апостола Иоанна, по-моему. У Павла есть, что только верою и кровью спасаемся. А у брата Христа Иакова, Сантьягу, как его испанцы называют, написано, что вера без добрых дел, мертва сама по себе. И много такой нестыкованности в Библии есть. И за кого тогда вы голосуете? За этого или этого? Там же противоположны полярные мнения. Вот, противоположные, в том числе и Павла, и Христа. И кого вы убираете? Если вы христианская церковь, то будьте добры жить по первоисточнику и проповедовать первоисточник. Если же вам ближе апостолы, потому что, поскольку они не все справились со своими проблемами и не полностью победили свои грехи, если вам это больше, называйтесь тогда апостольской церковью, павлианством, еще как-то, по имени того, кто вам по душе ближе. Выбор у вас есть, конечно, есть. Бог вам дал выбор. Последствия выбора мы воочию видим, что сейчас происходит на земле, которое ведомо такими поводырями. Мы погибаем, и ничего другого мы не сказать не можем. Весь вопрос только во время, когда будет поставлена точка. А точка будет поставлена, как и сказал Иисус, никто не знает день и час, только Отец Небесный. Ни ангелы не знают, никто не знает, даже Сын Человеческий, вот кто придет, он тоже не знает, только Отец Небесный знает. Потому что очень тяжело будет, если мы будем знать конечный миг своего бытия здесь. Наша психика может не выдержать, мы можем натворить глупостей. В наше же благо эта информация нам не дается. Смотрите, свет, вот Земля. Когда-то, когда мы начинали эволюцию на Земле, вот первые, скажем, духи человеческие воплотились когда-то на Земле, как они воплотились, животные подготовили тела, и вместо души зверя вошел дух человеческий в передовых приматов, те, которые более развиты были. И поэтому, скажем, вот это небольшое количество, это заселение происходило миллионы лет. Не все же сразу пришли. Первые люди на Земле, если можно так назвать, которые получили вот, начали эволюционировать, у них совершенно иная программа. Это были души животных, души, а это дух человеческий. То есть это этажом выше, а это сущностное. Поэтому эти люди первые, им было очень одиноко и тяжело. Это были первые люди, которые должны были начинать понимать. И Земля тогда находилась ближе к Солнцу, и, скажем так, время было более медленным, намного медленнее, чем сейчас. Время – это скорость жизни. Та же, как автомобиль разгоняется не сразу. То есть для того, чтобы запустить его на большую скорость, нужно сначала передачу включить, скажем, первая, вторая, третья, четвертая. И он разогнался через какое-то время. Вот. У человека тоже первая раса была, она на очень медленных волнах временных жила, чтобы успевать обрабатывать информацию, чтобы учиться жить. Это совершенно как вот первые, новорожденные. Вот. Они постепенно превращались как бы по телу, они животные, но получив духовное. Это они, скажем так, начали эволюционировать уже как люди. А дальше Земля, скажем, по времени шла, менялись поколения за поколением. И вот в каком-то поколении произошел этот срыв, когда сатана попытался направить людей не туда, куда надо, и у него получилось. Это не буду уж рассказывать про дерево. Адама с Евой. Вот считается, что первая пала Ева, и Адама соблазнила. А почему Ева так повлияла на Адама? Скажем, женщина, она в духе сильнее. У женщины есть, скажем, изюминка из первосотворенного мира. У мужчины нет этой изюминки. Женщина у нас, если она нормальная женщина, и не умерла в ней вот эта изюминка, она этим и привлекает мужчин. Это и есть истинная и очень высокорожденная женственность. Вот если эта изюминка утеряна, и женщина сюда, она превращается в существо, которое очень похоже по энергетике на мужчину, она не привлекает нормального мужчину. Это большая потеря, и об этом пишут обдушь на нескольких главах. В главе «Слабый пол». Он говорит, так называют «Слабый пол». На самом деле это пол более сильный, потому что в духе более сильный. Это ведущий пол на земле. Далее есть мужчина и женщина вторичного творения, по-моему, глава. Тоже очень много об этом написано. И еще в главе «Бди и молись» очень сильно по женщине сказано. Вот. Утеряв вот это качество свое высшее, женщина очень много потерял. Это и есть высшая нежность, которая ведет мужчину. И мужчина добровольно будет служить этой красоте. Его не надо будет ни контролировать, ни упрекать, что он такой сякой, потому что он для вот этой любимой настоящей сделает все, что она хочет сам. Он сам будет инициатором. Это и есть служение любви, служение жизни. Служение – это и есть любовь. И это служение совершенно искреннее, а не по понуканию или по выпрашиванию вот этих своих чувств или прочее. Это взаимный обмен вот этой красотой. Мы это утеряли, и очень давно утеряли. Так вот, естественно, что сатана ударил в первую очередь сюда, соблазняя Еву. А потом уже и Адам, естественно, стал виноват и оба одинаково. И Ева за то, что она пошла в моду, в эту, ей понравился комфорт, который предложил когда-нибудь следующий Адам. Более богатый и более хитрый, чем тот, который попроще. Она стала на это реагировать потихонечку под этими влияниями. А Адам все-таки не был против такой женщины, потому что она сильнее его в духе. Привлекательность, лебедо сильное, или как это, ударение, правильность поставить. Поэтому пора, она, в общем-то, оба виноваты. И говорит, что вот такая женщина сикаем, это причем очень нет. Мы оба виноваты примерно одинаково. Это вот было грехопадение. Что же произошло? Что такое грехопадение? То есть люди перестали, ну, стали постепенно терять информацию с Богом, общение, и переключаться на мозги, мозг. Все больше и больше мозг стал захватывать бразды правления, через мозг бесы. Это и есть суть грехопадения. И никто не искал сатану под покровом нашего раскутка. Он здесь через мозг нами управляет. И возвращение как раз тоже с начала мозга, надо, говорю, переподчинить опять своей совести и душе. Так что же дальше? Вот нарисуем голову. Есть передний мозг, правое и левое полушария. Есть некие базальные ганглии. Есть там миндалина, гиппокамп. Есть таламус, гипоталамус, там доля гипофиза. Не буду уж подробнее. Мозжечок, воролиев мост, эпифиз и так далее. Так вот, мозжечок это часть мозга, который как раз таки воспринимает образы и распечатывает их. То есть волновую информацию превращает в образы. А мозг, он взял все это под контроль. Информация отсюда идет, а бесы через мозг начинают искажать. И мы перестали получать откровения. Ведь когда-то мы все были способны на откровение, на связь с Богом. После грехопадения произошло буквально, может быть, несколько столетий или несколько тысячелетий постепенно часть населения за часть, новая часть теряли, теряли и теряли. И когда большая часть населения стала вот такими, отсеченными от Бога, через мозги опять же тьма начала что? Науськивать на тех, что вы уроды, вы что там кого-то слушаете? Видите, как мы, мы же умные, мы сами как богами стоим. Разнообразные совершенно направления пошли. Вот в этом и суть грехопадения. Из-за этого у нас мужичок был такой, а передний мозг был вот такой. Из-за того, что мы стали напрягать многие сотни, тысячи и миллионы лет, стали напрягать больше передний мозг в ущерб заднему мозгу, у нас произошла гипертрофия развития переднего мозга, он стал большим, так его называют, большой мозг, а этот назвали мозжечок, уничижительный от слова мозг, мозжечок, маленький. Вот, тем самым сатана справился. И называется это первородный грех, потому что ребенок, рождаясь от таких родителей, за тысячи и тысячи поколений постепенно превратился в мозгового, неполноценного, неполноценного духовного человека, существа. и ребенок получает уже, то есть он не может уже, скажем так, выйти вот на это, он уже получает при рождении закупоренность. В этом есть первородный грех. И никто в церкви об этом не говорит, что именно им в этом первородный грех. Красивые слова, ничего не скажешь, но никакой конкретики. Люди, которые имеют нормальные мозги, им очень хочется в логике понять, что же произошло и что же надо делать. Конкретно, что надо делать? Как справиться, вот я рисовал, страхи, раздражения, обиды, это, это, это. Почему именно, я подчеркиваю, с эмоций надо начинать. Эмоции в 400 раз сильнее скорости электромагнитных колебаний. Мозг работает С, чувства работают 400 С. Быстрая скорость доминирует над медленной. Невозможно наладить процесс позитивного мышления, если у вас нет позитивного чувствования, невозможно. Это физика уже, упрямая вещь. Законы физики есть частные случаи законов Божьих. Никуда ты этого не денешься. Они незыблемы. Отсюда доминанта чувств над мозгом. С чего надо начинать? Если вы будете бороться с неправильными мозгами, вы не справитесь. Попытка бороться с неправильными чувствами, вы тоже не справитесь. Почему? Потому что человек без веры или слабой веры один на один, вот его потенциал, который, скажем, имеет 100 единиц мощности, а против него противостоит вся армия сатаны, которая за многие сотни миллионов лет и сотни миллионов людей, смотрите, сколько же они создали этой тьмы. Это миллиарды, 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 умноженные на миллиарды бесов. Разве вы сможете своей одиночной волей противостоять этому? Нет. Когда произошел этот процесс обвала? Когда человек перестал самостоятельно быть способным прорваться туда? Напоминаю, Иоанн Креститель это первый, кто начал крещение в Иордане. То есть это тоже посланец был от Бога из первосотворенных, который крестил евреев в Иордане, в том числе Иисуса Христа крестил. Почему именно тогда началось? До этих времен тьма была не столь сильна. А вот уже перед временами Иоанна, что заставила собственно Бога как необходимость прислать сюда такого помощника, тьма, скажем, из вот такой стала вот такой. Она стала непроходимой снизу. Корка у цыпленка очень окрепла. Грехов стало очень много, они множились, и Бог понял, что человек, если даже захочет, он не сможет отсюда выбиться, не прорвется. Тогда что нужно? Крещение. Крещение что такое? Это свет, это воля Божия, крестная сила, это и есть воля Божия, Дух Святой. соединяется вот с этой одиночной волей и дает ему туннель. Вот он. Иди. Тебя дается ровно столько, сколько ты можешь освоить, чем верой и трудоспособностью своей. Сильная вера, сильная воля, наличие терпения, быстрое осознание вот этого всего. И всей этой теоретики. Она должна быть твоей практикой. Одно дело, понять правильно теорию, это основа. Почему? Потому что есть кривая теория, как бы ее ни применяли, она не получится. Это как вирус в компьютере. Он вам мешает получить нормальные данные. Вот такие вирусы вошли фактически в христианство, изуродовали его. Имеем вот этот непонятный вариант, который якобы вроде и светит, от него приятно, здорово и хорошо. Но как рабочая идея, она не работает. Это доказали те люди, которые пытаются жить доктринами конфессий. Я не называю это церковью. Почему? Церковь по определению самого Христа есть Слово Божие. А Слово Божие, как сказано в Новом Завете, кто говорит, и заповеди выполняет, тот же ценет, но и мыстинно, если нет выполнения заповедей. И спросите, кто их выполняет. Поэтому весь вопрос в том, что я, когда начал крестить, вот только у этих людей пошла какая-то возможность бороться, потому что соединение частной одной, одиночной воли с волей Божией, это есть шанс. Подчеркиваю, шанс, но не гарантия. Почему? А гарантия заложена в самом человеке. Тебе протянута рука или канат. Будешь ли ты по нему напрягаться, лезть, или не будешь? Потому что человек думает, ну если воля Божия за меня, давай вот она меня вытащит отсюда. А ты зачем? Ты-то кто такой? Еще раз возвращаемся. Пришли мы сюда, зачем лень свою разгонять? Если человек не будет ничего делать, никакое крещение ему не поможет. Не поможет просто. Потому что крещение это всего лишь навсего попытка помочь человеку. А вот сам человек должен работать. А почему? Потому что все грехи, которые мы наплодили за свои несколько жизней. Почему это? Господь должен за нас грязь убирать. Вот вы, любая из вас или любой хозяин или хозяйка, вот вы в своей квартире чисто, все постирано, занавески чистые. И вдруг к вам ввалилась компания улюлюкая, облили вам все вином, салатами, забрызгали все стены, может еще чем похуже. Порвали все занавески вам, потанцевали, поплясали и сказали, ну ты давай это, убирайся. Мы пошли, нам некогда, мы в другую квартиру пошли пачкать. И вот по справедливости хозяину, я вас так люблю, я уберу за вас. Кто из вас готов на это? Это только о квартире. А это целое пространство, это земля. И кроме нас тут живут растения, животные, всевозможные там эти, дельфины, киты и так далее. Это огромный набор вариантов жизни. И все это мы изуродовали. Почему это нас нужно прощать бесплатно? А мы будем продолжать резвиться, ломать все, крушить и так далее. Где вы видели такую справедливость? То есть, если бы так Бог себя вел, он сам собственными руками гробил бы землю этим попустительством. Где бы вы это видели, эту справедливость? Вот поэтому еще раз говорю, крещение, суть крещения, это человек соединяется с волей Божией. Вот, будет ли он работать или нет, это надо у него спросить. Будет ли он верить вот так или вот так полностью будет открыт Господу, это тоже у него надо спросить. Я не могу дать веру людям, и никто не может это дать. это сам человек только может держать этот створ открытым, или у него его затягивают, как полынью, бесы начинают перекрывать, заваливают его земными проблемами. И человек говорит, да мне некогда, у меня такие трудности, тут это, тут дети, тут это, тут у меня огород, у меня крыша прохудилась, у меня там в квартире сейчас зарплата, эту квартплату подняли. Но мы все так одинаково живем, примерно у всех такие же проблемы. Но напоминаю, Бог сказал, я все вижу, я все ваши проблемы вижу, ищите Царство Небесное, остальное все приложится, но никто его не ищет. Все говорят, тут нам трудно, вот мне было бы трудно, мы бы искали Царство Небесное. А вот когда было не очень трудно в начале цивилизации, там было то же самое, то же самое, какие бы обстоятельства ни были, всегда наша лень нас же и оправдывает. поэтому сейчас мы стоим перед судом, перед высшим судей, и он говорит, я с вами больше разговаривать мирно не собираюсь. Либо вы идете сюда и найдете в себе силы, откроетесь, тогда я помогу. Если не будете открываться, помощи не ждите, потому что по закону выбора могу помочь тем, кто мне верит. Не вот так, или вообще ничего, а вот так. И тогда уровень помощи к вам пойдет именно ровно такой, насколько вы Богу открыты. В этом есть суть веры, истинность веры. А если вы говорите о вере и даже чувствуете, вы плачете, как вам плохо, Господи, это только стинание и попытка, ничего не делая, получить помощь, не будете меняться, будете продолжать завидовать, обижаться и так далее, ревновать и прочее, никакой помощи не ждите, потому что каждый раз, проявляя эмоции, вы еще и еще и еще распачкаете мир. Тем самым вы продолжаете воевать с волей Божьей. А она сейчас включила максимальный режим давления. Хотите побороться с Богом? Боритесь. Выбор ваш. Можно сказать, любому человеку. Будете смяты и уничтожены. Просто и все, как это видно сейчас по тем людям, которые устраивают войны. Пока вот эта верхушка, которая устраивает эти войны, они сидят пока на своем олимпе. Почему как бы Господь с них не начинает? Вот. А вот натравливает один народ на другой, на нацию, на нацию и так далее. Потому что это и есть наша карма. Вот те люди, которые думают, что убивая других людей, они приобретают какую-то значимость или территорию, или имущество, зарабатывают на этом. И у них тоже такое право есть. Сначала вот эти низы гибнут. А придет время, когда вот эти руководители всего этого грязного процесса тоже будут уничтожены. Потому что Бог посчитает. Но они свою миссию выполнили. Они наказали низы. А теперь мы, господа, за вас возьмемся. Они тоже будут терять детей, имущество. Будут гореть их великолепные особняки, и будут в банке все лопаться и прочее. Вот они будут терять, когда самое дорогое для них деньги и детей. То же самое будет. Просто они свою миссию ищут не до конца. Они нижнюю часть земли не наказали. Это и есть задача. Потому что даже бесы служат Богу. Для сильного человека в духе они не страшны. Можно отбиться благодаря помощи. А вот если человек слабый, он будет постоянно под давлением этих бесов. И кто виноват? Его слабость, его лень. Его неспособность быть бдительным. Его неспособность сократить все свои претензии к миру, к близким, а продолжать полыхать этими гневом, и это, и это, и это, и зависть, и тщеславие, и прочее. А контролировать себя может, еще раз говорю, только душа. Не пустите этот локатор в себя сюда, а значит, будете слепые. А будете слепые, вы не сможете разобраться, в чем ваши проблемы. Потому что, еще раз говорю, все наше поведение, бесы начинают переключать и направлять, как бы, ну, неправду говорить. И мы этому верим. Потому что мы, потакая своей ленью, успокаиваемся. Да не так уж все плохо. Вот тут, и Абдуршин пишет, вот она книга, бойтесь комфорта. Когда вот вам хочется полежать, поспать, ну, отдохните, хорошо. Но вы что-то делаете. Время сейчас такое неспокойное. И вопрос поставлен, будете ли вообще присутствовать на земле, или не будете. И не просто на земле, а следующая жизнь. Не будет никакой больше жизни. Почему называется? Последний суд, страшный суд. И Библия говорит, такого ужаса никогда на земле не было до сих пор и никогда после не будет. Единственный раз этот ужас будет. И Абдуршин об этом пишет, что, говорит, то, что к вам приближается сейчас, если бы видели, что к вам идет, многие бы сейчас, говорит, не выдержали, попадали бы от страха. Потому что все, за многие миллионы лет все наши грехи собраны, и вот эта туча на нас движется и со скоростью курьерского поезда. А вот в какой момент она ударит, как говорится, а срок знает, день, час только отец. Но она близко. Когда, говорит, увидите вот такие, вот такие знамения, когда увидите землетрясения, наводнения будут увеличиваться, когда народ на народ, есть это, народ на народ идет, воюет он друг с другом, там, 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 там. Брат на брата идет. Посмотрите, что творится сейчас, когда дети начинают травить родителей или выгонять их за квартиру, и не просто жить, у них своя есть, а продать ее, и ее на наркотики пустить, и еще что-то. Для людей совести никакой уже нет, для многих. А почему такие люди? Что это люди? Это не люди. И в этой книге это тоже есть. Что, говорит, из-за того, что в отношении между мужчиной и женщиной заложены часто чисто животные отношения, то есть любви нет. А хочется просто, вот извините, переспать. Очень хочется. И можно обмануть женщину, или еще каким-то за мужчину увлечь, там, давай, напоим его сейчас. Варианты разные. И вот из-за таких отношений, потому что любви нет, вот она, туча перекрыта. Любовь, она здесь, мужская и женская. От Бога дана нам. Но если ее нет в отношениях, что происходит? Бесы управляют этим процессом. И тогда вот отсюда чистая душа приблизиться не может к матери. И рождается вот с этими отягощениями разнообразные моральные уроды. Из банка душ говорится, снизу поднимается под этим мостом. Это вот такие родители, навели сходни из нижнего мира. И такие души все больше и больше уже не первое столетие, постепенно начинают завоевывать мир. А мы удивляемся, какие бессовестные люди, жестокие. Что творится? Кошмар. Кошмар какой-то. Показывает он как-то, смотрю, цыплята, конвейер вот такой. Им имеют цыплята, там сотни. Конвейер очень быстро идет, их, видимо, там фабрика какая-то. Вот. И прямо вот в этот, в бункер, там их мелют живых. Колбаса идет, пожалуйста. Это нормальные люди, считаю, какие-то люди. Это вот эта чернуха вся поднялась, а нормальные люди, их не так уж много, видимо, осталось, под напором вот этой черноты пятятся и сделать ничего не могут. Потому что они не могут конкурировать с этими уродами. Для них нет ни совести, ни чести, ничего. Как с ними конкурировать? Когда у этих людей остались принципи, остались совесть, мы не можем поступать, как они. Значит, будем проигрывать позицию за позицию, отступать и отступать. И здесь, в этой книге, тоже вы найдете, что вы, вы считаете уже себя белыми воронами на этом псевдопразднике жизни, когда все улюлюка грабят, тащат, обманывают и так далее. Жестокость расцвела, он какая. Вы пятитесь, вы думаете, что вы проиграли? Нет. Вы, выиграли, выше голову. Еще немножко продержите, идите туда быстрее, и вы останетесь, вы соль мира. А вот это все будет исчезнет. Вдруг неожиданно, а в течение нескольких месяцев это все уйдет. Просто надо дожить до этого праздника, как говорится, когда все уйдет, и нормальная жизнь на земле начнется. Потому что достаточно одной серьезной только веры в Бога, а Бог — это и есть высшая справедливость, которая контролирует этот мир. Можно сказать, разве может воля Божия бесконечно вот эту чушь терпеть? И зная Библию, и зная предупреждение Христа, да еще почитав эту книгу, это второй Евангелие, в которой написано, что придет еще одно Евангелие, и будет пролучено всему миру. Вот оно уже около ста лет гуляет по земле, и далеко не все знают об этом, поскольку души заперты головками. Другие интересы у людей. Наживо, наживо, лень, развлечься и все. Вот поэтому время-то пришло, и каждый имеет свой выбор. Идти к Богу или оставаться в объятиях бесов. Есть выбор человек? Конечно, есть. И не надо их упрекать. У них свой выбор. Уважайте закон Божий. Закон Божий дал свободу выбора для любого рода. Единственное, что от них надо защищаться уметь. Потому что Бог нам дал. Что? Бог творец. И творческая сила Божия, Дух, она творит миры. И нас сотворила. Вот Дух человеческий. И естественно, что мы, что имеем? Приданное какое? Право творить. Творить добро. Творить формы. Ведь когда вы помогаете обездоленному человеку искренне от души, вы же творите добро. Если вы начинаете выбираться из этой трясины, вы же тоже творите добро. Себе хотя бы помогите. Вот. Если вы серьезно будете заниматься этим, смотришь, за вами один на путях. Кто-то будет видеть, что у вас что-то получается. Вы меняетесь, за вами кто-то пойдет. Это еще бонус в вашу судьбу. Вот. Нет ничего сейчас более, скажем так, доброго, если можно сказать, как еще какому-то человеку помочь, духовно помочь. Материально тоже, да, можно помочь. Там отдать деньги, накормить, напоить, какую-то одежду отдать, если он там раздет. Вот это-то главная помощь. Потому что, если вы поможете духовно, он сам, переставая грешить, найдет этот путь, и судьба его начнет меняться. Это уже долговременная помощь. Он сам начнет меняться. Это и есть высшее благо. Вот. Ну, что еще можно сказать такого? Может быть, и хватит на сегодня? Сколько мы? Поле двух часов, да? Хотите вопросы какие-то? Только можно камеру выключить или на камеру. Давайте. Владимир Михайлович, вы сказали, что когда земля была ближе к солнцу, но сказали, что медленнее вращаясь. Раньше, наоборот, она быстрее вращаясь. Значит, вы что-то напутали, Виктор Михайлович. Смотрите, еще раз нарисую. Вот свет. Вот воля Божья, которые миры. Я не буду рисовать все творение, чтобы было понятно. Вот земля, когда-то было вот так. До грехопадения люди, вот жили здесь люди, как только они стали эмоционально и вообще по всяким аспектам пачкать землю, свет, как закон есть подобие, мы стали неподобны свету, мы стали пачкать планету. Настолько испачкали, земля попала вот сюда. Вот так испачкали, еще дальше ушли. Еще вот так вот испачкали, еще дальше ушли. А сейчас земля вообще не буду, зачеркиваю, она вся черная. Вся черная. Вот. И Абдушин пишет, что поскольку фактически земля на сегодняшний момент находится полностью во въятиях тьмы, и она должна бы уходить в распад, вот это и есть черная дыра, о которой много говорят. Черные дыры, они поглощают материю. Но у них есть и обратный выход. Поглощается материя и идет до проматерии, все растворяется. А вот с той стороны воронки начинают формироваться новые формы, новые планеты, новые звезды и так далее. Это и есть как раз переплав до нуля, до проматерии, опять выброс новой материи. Так очищается вот это. И мы должны были туда попасть. Мы уже просто стремительно падали. Но в этот момент почему-то посчитали, что на земле существует горстка людей, которые не должны погибнуть. Небольшая горстка людей, о них пишут, что есть люди. И Бог посчитал, что ради них я пошлю сюда еще помощника. И тогда что? Пришел свет, вот так охватил всю землю и начинает ее драить со всех сторон. Пространство уменьшается вот так вот, можно сказать, меньше, меньше и меньше. Идет как процесс гидравлики или как сдавливание тьмы. С одной стороны уменьшается как это даже не пространственно, а вот именно как это назвать энергетический капкан. Запирается тьма, у нее остается меньше возможности полыхать. А внутри что происходит в этом котле? Люди просто звереют. Портятся с каждым годом хуже, хуже и хуже. Соответственно внутри растет давление тьмы, а сверху еще это прессуется. Поэтому на земле сейчас очень тяжело жить, особенно когда ты ушел вот уже из этого болота, чувствительность высокая, вы знаете, как вот это здесь нехорошо бывает. Как бы тебе плиту положили, и вот она тебе трамбует и тут, и тут, и тут. Это атака. Тьма пытается смять того, кто понял и уходит. Ты куда, Одиссей? Ты наш. Попытка тебя задавить, разрушить, отрезать от света. И чувствуется, когда тебя попытка отрезать, что ты как заперт, нехорошо становится. И тогда начинаешь воевать, бороться, как формы строишь, помощь иногда просишь, молитвы и так далее. Ну, ты должен делать все, что можешь сам. Тогда молитва действует. А если ты ничего не делаешь, только молишься, тогда Бог говорит, ты хоть ножками, ручками-то перебирай. Что ж тебя за ноги, что ли, тебя тащит в Царство Небесное? Делай сам что-нибудь. И вот получается, что сейчас начинает уничтожаться вот эта тьма. Что происходит? Земля тронулась, она уже пошла вверх. Она начинает выходить из этого грязного колодца. Медленно, постепенно поднимается вверх. Световая нагрузка растет. Тьма бешено сопротивляется, но она не может победить бесконечность. Тьма конечная, она распространяется только в материи. А свет бесконечен по определению, по силе. Кто может устоять против воли Божьей? Да никто. Зло распространяется только в материи, легкой материи, то есть астрал, и грубой материи. Это бесконечно малая величина для бесконечности. Вот и все. Соответственно, неминуемо конец этого мира вместе с носителями этого зла. Земля поднимается, что происходит с нами? Нарисуем одного человека, который не движется, то есть это лентяй. И не обязательно какой-то плохой человек, это может быть материалист, и с наличием совести, и вроде трудоспособный, но он туда не смотрит. Не хочу и не верю. Есть человек, который движется. Один движется слабо, а один движется быстро. Вот те, кто движется правильно и быстро, они примерно достигают уровня или энергетики той, которой предлагает свет. Это очень важно понять. Я всегда говорил, надо двигаться не просто вверх, а очень быстро вверх двигаться. Это условие. И здесь что? Свет меняет обстановку, обстановку на земле. Земля в другом месте, уже в световом. Человек должен соответствовать этому уровню световой обстановки. Если он не соответствует слабо, его начинает давить обстоятельства. Невезение здоровья, невезение здоровья. Почему? Еще раз говорю, раз вы Бога не слышите, значит, диалог идет таким способом. Это полезно? Да. Неприятность вам крайне полезна, потому что, когда остается три метра до обрыва и лететь нам всем туда, только вот это обстоятельство может заставить человека предпринимать какие-то усилия. Других способов у Бога нет. Поэтому вот эти все неприятности, я говорю, принимайте как должное. Чем хуже, тем лучше. Чем больше вас давят, значит, вам говорят, ты ленив, ты не делаешь то, что ты можешь. У тебя в распоряжении возможности, вот тебе дал право творить форму, защищайся, у тебя есть молитва, право творить форму, обороняйся. В этом ты раскачиваешь свои духовные мышцы, не мозги, а именно духовные свои мышцы. Твой дух начинает действовать. А то он спал миллионы лет, а теперь ты хочешь вот этого вялого духа затащить в Царство Небесное. Кому-то там такой нужен. Там совершенно иной мир, там совершенно иная сила, там слабые не нужны. Это все равно, чтобы в великолепную олимпийскую команду пригласить какого-то чахлика и говорить, давай с нами побегать, да что он там может? Ну кому ты нужен? И на земле для тебя и не нужны, и кому и там. Ну здесь за счет мошенничества и плотовства вылазит вся эта нечисть. А там же это не пройдет. Поэтому Царство Небесное силою берется, силою духа. Поэтому нас и пытаются сопротивляйся вот этой среде. Ты долго-долго не сопротивлялся, несколько жизней спал, а теперь вот тебе дается остаток жизни для того, что ты быстро экстерном набрал вот эти обороты и добрался вот сюда. А для этого нужна открытость, вера, нужна воля, нужно смирение все этими элементами. Еще я забыл сказать, цель, очень важный элемент, цель. Какова твоя цель? Вы спросите у себя, какова цель ваша? Реально. Только не обманывайте сами себя внутри. Что для вас важнее? Победа духа или обстоятельства, чтобы вас наладились на земле, чтобы вам тут же было нормально жить? И вот, к сожалению, эти моменты человек теряет. Я говорю, я же прошел этими всеми этажами, прошел вот этой дорогой. Я помню, когда у меня не получалось, я и верил по-настоящему. И смирение уже понял, что такое. И в то же время у меня пробуксовка, у меня не получается. Ну, никак не получается, я чувствую, я пробуксовываю. Не получается. И мне тогда как вот пошло, как наитие. Это очень интересный диалог, когда тебе приходит как бы решение задачи, но только в виде полуфабриката. Как бы пропусти через мозги причину. Ты что, глупый или... Давай. Готовый, никто ничего не дает. Я стал понимать, что для меня, что у меня нет квартиры в то время, что у меня нет денег, мне надо семью кормить, мне надо вся ответственность как человека, как мужчина, как там главы семейства, я не могу от себя это отбросить. Ну, у меня не получается. Он мне говорит, ты слишком зациклился на земных задачах. Потом я вот уже когда сказал, ладно, буду корочку с луком жевать, я с голоду не умру. Как-нибудь меня потерян близкий, тоже месяц поживут на корочке. Ничего. Тем более, что они не хотят работать. Вот. Я отбросил это все. Будь что будет, для меня главное это дух, как бы я перебрался с вещами туда, вверх. Задача моя главная, духовная. Главное, что у меня это получалось. Как только я это решил в течение месяца, полтора, у меня совершенно все изменилось. У меня пошли заработки, у меня как-то наладилось это. Удача сразу развернулась ко мне. То есть, мне через эти моменты давали понять эти принципы. Я же прошел, я говорил, почему я столько бед получаю, особенно первые годы. мне говорит, я все понял, я верю, у меня и цель уже сформировал все. Почему так бьет судьба? Мне говорит, потому что ты будешь учить людей, ты не имеешь права быть теоретиком, ты должен на собственном опыте, на собственной шкуре, если грубо говоря, испытать все боли вот эти, чтобы восприняв их, знать, как с ними бороться, как им противостоять, что когда я понял, что такое цель, она у меня вот та, а не вот эта. Все мои потери земные стали, ушли на второстепенный план. Я понял, что это не так уж больно терять земное, а вот больно терять вот это. Как только я это осознал и грудью, душой принял, у меня стало получаться. Еще один принцип через боль был понят. Понимаете, о чем я говорю? Что только человеческий опыт, он может дать человеку вход. Не только теоретизировать, одно дело разобраться в теории, точно понять, вот она теория, она без изъянов. Но чтобы эту теорию проверить, надо войти в эту реку и поплавать в ней, и натыкаешься. Оказывается, здесь эта теория не совсем правильная. Опыт говорит, что вот это лучше, вот это лучше. Оказывается, вот что имел в виду Иисус. Для меня эти его слова вдруг стали оживать. Они вкладывают в великолепную стройную мозаику. Вот она тебе правда. Она очень простая и ясная. Просто надо делать, а не теоретизировать. Ну и что, Виктор Николаевич, летел на ваш вопрос? Да. Юрий Николаевич, из-за того объяснения последнего я поняла, что Земля постепенно под давлением света, уменьшением черноты поднимается сейчас. А в прошлый раз вы говорили, что этот прыжок будет мгновенным из самого места. Ну я же недорассказал. Я посчитал, что на вопрос ответил. А пожалуйста, еще раз вернемся. Смотрите, еще раз говорю, сейчас вот это так идет. Наступит момент, какой-то час икс, не знаю, когда это будет, когда Бог посчитает. А почему это поднимается медленно? Идет призыв. Вот сейчас есть на земле некто, который зовет. Я работаю тоже на эту идею. И люди, воспринимая это, слушают. Скажем, прослушали 100 человек, из них трое пошли. А 97 нет. Это как сито. Просеял три человека зерно, остальное, как Библия говорит, солома. Еще там, еще встречи за встречами. Везде процесс такой идет. И в конце концов просеянное будет, как это называется, отделение овец от козлищ. В Библии так написано. Как только Бог посчитает, что хватит людей звать, и здесь тоже это есть, что, говорит, будет конец добродушного выжидания со стороны Бога, и Он скажет, ворота закрыты. И отмашка, начинай. И вот то, что сейчас готовится, солнце, планеты, очень многие изменения, полей идет, вот это все. Вот тогда обрушится колоссальнейшая сила, и мгновенно сметет вот это все. Это будет уже ни год, ни два, ни десять, а в течение двух-трех месяцев, как пишет там Дуршин, начнется вот этот самый апокалипсис, как его неправильно называют. Апокалипсис переводится с греческого откровения. Не откровение нас разрушает, откровение это получил Иоанн, а конец веков это называется, конец эпохи зла. Вот это будет сметено в течение двух-трех месяцев, и тогда Земля как прыгнет вот сюда, вот, и что, она попадет туда, где мы были, там, миллионы лет назад, ничего подобного. Ведь за время, пока мы путешествовали по Земле, то есть, бесплатный круиз вокруг Солнца много раз, крутились, крутились, не на одной орбите, когда-то на таких орбитах, потом на таких, потом на таких, вот. И что теперь? И вот эти сотни и сотни миллионов лет, которые мы прожили, время-то, не спало. Земля будет совершенно иная, не такая, как она была до нашего грехопадения. Формы, может быть, те же самые, но качество будет другое, время будет другое, скорость колоссальнейшая будет проживание на Земле. Не так, как когда-то дали до приматов, которые постепенно превращались в людей, а сейчас будет, учитывая современный режим всей Вселенной. Не может одна солнечная система или Земля жить совершенно в иных ритмах и вибрациях. Поэтому, кто выдержит вот этот новый ритм, быстрый, тот и останется. И тоже в душе на это есть, что признаны годными на Земле будут ярко-фиолетовые по ауре. Ярко-фиолетовый, очень красивый цвет, фиолетовый, а почему яркий? Яркий — это интенсивность. Говорит о том, что никаких лентяев, яркость — это отсутствие лени. И вы сами знаете, вялый человек — это одно, а яркий — это другое. Вот такие должны быть. Пожалуйста. И это все в наших силах, потому что, если бы это не было в наших силах, Бог бы нам не предлагал этого. Потому что, когда мне говорили, в том числе и священники христианской религии, что, «Эх, ты куда взял заповеди выполнять?» Даже апостолы не могли этого делать. Я говорю, «Странно, что священник христианской церкви мне говорит, что заповеди выполнять мне невозможно. Вы мне должны всячески содействовать, если я хочу. Но чтобы содействовать, нужно, чтобы вы мне помогли. А кто может помочь? Он сразу видит, что я, получается, хочу быть больше, чем священник. Я не выполняю, а это ты хочешь выполнять. Что это такое? И он начинает находить формулировки такие благовидные. За кого он спрятался? За апостола. Я говорю, «А почему вы за Христа не прячетесь?» А он сказал, «Надо выполнять, если любите Бога. Почему вы Богу служите, говорите, а Бога не любите?» Там же написано, «Кто не выполняет, тот не любит». Не я сказал, Иисус сказал, глава церкви. Я говорю, «Я не прячусь за Христа, но я его цитирую». Потому что брать религию надо от первоисточника, а не от того, кто как натолковал. Если бы апостолы еще в одну дуду дули, а то один вот туда говорит, этот сюда, сюда, между собой все поперессорились, и даже в Новом Завете между ними это видно, что было. Как это можно верить людям, которые расстольщили христианство на несколько направлений сразу? А потом у них появились ученики, которые это еще веточки создали, а потом еще создали. И в 1080 году, по-моему, Ирине Ильионский сказал, «У нас христианство, господа, уходит в песок. Посмотрите, сколько направлений. Надо остановить это дробление». Остановили, но было уже поздно. Отобрали четыре направления, четыре Евангелия, и сказали, «Вот это для вас истина, ребята. Верьте только этому, и контроль у нас. А все остальное – это чушь». А на самом деле ничего подобного. Лев Толстой исследовал это и говорит, как-то выбрали какую-то дубинку, а не без кривинки. Везде можно найти противоречия в любом Евангелии. Но почему-то их заламинировали, сказали, что вот это. И, собственно говоря, отцы церкви хотели не правду найти в этом, а согласовать ветхозаветное предание снова заветным. Им главное было согласовать, чтобы не было противоречия. Они начали притягивать за уши вот это и это. Но ведь Иисус боролся как раз с наследниками ветхого завета и сказал, что вы утеряли все. И Авраам вам давал, и Моисеев вам давал. Вы лицемеры, вы сами не делаете того простейшего. Вы просто свою лень не побеждаете. И пытаетесь предложить людям делать то, что сами не умеете. Ведь, собственно, то же самое, вот сейчас придет второй, он то же самое определяет нашим храмом, скажет, а что вы зовете людей, вы же сами не умеете это делать. Как вы можете научить человека выполнять законы, если вы это делать не умеете? где вы видели таких учителей, который придет вам в математику преподавать или что скажет, а как вот решается квадратное уравнение там вот такое вот. А вот должно чему быть равно? Он будет сказать, откуда я знаю? Откуда я знаю? Но он будет говорить учителю, надо вот это решать. Надо решать, ребята. Вы обязаны, хотите быть умными, надо решать. А ученики то есть, а как это делать? Не знаю. Вот примерно такое происходит. Но это шутка, а вот то, что происходит, это не шутка. Потому что вопрос касается не просто нашей жизни, а вообще путешествия в сознании, как говорится. Имеем мы право, либо мы сознание подчинили тьме и будем постоянными почкунами в этом мире, грешниками. Если мы не можем справиться с грехами своими, тем самым перед волей Божией, которая нас и породила, расписываемся в своей неспособности или нежелании. И что тогда? Горе побежденным. Воля Божия очень строгая. Этот родитель не чита нашим родителям. Он не попустительствует детям, шалунам, которые вырастая начинают мир уничтожать. Мы воспитали таких детей. Мы грешников воспитываем. И сами грешники, и детей не можем привести к нормальной жизни. Почему? А потому что мы говорим, пытаемся человека сделать порядочным, а сами во многих случаях этого не делаем. Идем на компромисс с совестью и так далее, и так далее, и так далее. И дети наши это чувствуют. И каждое новое поколение становится более греховным, более практичным, и менее духовным. Тем самым в сумме получается идет деградация, а не эволюция. И сверху это прекрасно видно. И поэтому раз процесс этот деградация не останавливается, и после многих пришествий на землю бесполезно с людьми общаться, они только убивают пророков, или в лучшем случае прогоняют, как было до этого, тогда что же делать с неразумными детьми? Значит, вопрос, прислать сюда последнего, он спросит, либо вы с Богом, либо вы с чертом, выбирайте. Последний призыв, да, да, нет, нет, тогда все, эти сюда направо, эти налево. Как только момент наступит и признается, что хватит, еще раз говорю, будет конец, и будет плач и скрежет зубов. Я очень часто в Библию обращаюсь, там такая фраза есть, когда многие люди поймут, что они потеряли, тогда они будут искать виноватых. Это у нас такие церкви были, это у нас такие были вот эти, мы же их слушали, это же такой авторитет. Я говорю, а что же не обращали внимания, что церкви что-то развелось много на земле, церковь в кавычках, церковь это слово Божие, это конфессий много. Религия есть восстановление связи в переводе с латынь, религия, лига это связь, союз, лига наций, союз наций, религия, ре это приставка, говорящая о том, что тот восстанавливается, восстановление связи человека с Богом, реальное оно восстанавливается только при подчинении законам Божьим, то есть реальное выполнение заповедей, и нам на это дается время, нас никто не пытается мгновенно делать святыми, это невозможно, беритесь за себя и делайте, если вы не лентяи, если вы хотите продолжать жизнь на земле, тогда перестаньте пачкать этот мир, перестаньте воевать с волей Божьей, и что-то может тогда получится, у кого получится, получится, у кого нет, кто же тогда виноват, не надо в этом Бога-то винить, через эти эмоции, уныние, обиды, несправедливость, кругом, все идеально и справедливо в этом мире, ибо оно управляется этот мир волей Божьей, поэтому любая эмоция отрицательная, это выпад против воли Божьей, и воля Божьей объявила войну вот этим пачкуном, нам, ну и что теперь, у каждого, я говорю, выбор, я с этого начинал сегодня с выбора, и заканчиваю, у каждого у нас свой выбор, хочешь бороться, борись, не хватает сил, найди в себе эти силы, почему ты их не находишь, потому что цель у тебя земля, и земные все проблемы, они тебя погребают и погребают, и погребают, оторвись от них, будь человеком духа, а не только земли, нужно нам жить на земле достойно, конечно, надо уметь зарабатывать, надо уметь жить достойно, но никто вам не позволит в судьбе наладить счастливую жизнь без уважения к законам, так же, как без уважения к законам страны, в этой стране невозможно наладить нормальную жизнь в государстве, это замечено уже давно, этого ни здесь нет, ни у нас нет, нигде этого нет, потому что нарушают законы на самых верхних этажах, и по всем эшелонам власти это все распространяется, коррупция, ну и что, с чего это будет хорошо людям, плохо будет, обвиняем их, да не надо их обвинять, у них тоже свой выбор, они хотят так жить, да пусть живут, а нам нужно со своими бревнами бороться, свои бревна вытаскивать, как и сказал Бог, я вас дам всем, и вашим обидчикам, и все, а вы ищите царство небесное, не надо никого упрекать, не надо никого обижаться, очень, казалось бы, с точки зрения материалистов, очень странная позиция, тебя топчут, а ты улыбаешься и прощаешь, как ни странно, в этом и есть победа, защищать себя надо, надо, и достоинство защищать надо, здесь есть некие тонкости, не надо позволять себя унижать, но в то же время, когда вас обижают, нужно уметь прощать, понимая, что вот в этих, как раз таки, нападках на вас есть попытка дать вам возможность искупить прошлое, ни отхода без добра, везде все в этом мире замкнуто на справедливость, на высшую справедливость, только люди не хотят ее признавать, иначе можно упрекнуть Бога, что мир действительно построен уродливо, он должен быть построен для каждого лентяя, отдельно, со своей программой, для каждого эгоиста, со своими законами, и вот тогда вот эти крохотные мерки, в них будем барахтаться, и, кстати, опять будем недовольны, потому что некого доставать будет этим эгоистам, некого обвинить будет в своих бедах, скучно будет и плохо будет, не на кого будет слить свой негатив, опять же плохо, потому что без Бога всегда будет плохо, как ни крути. Ну, давайте, закончим, достаточно. Начнем, да? Мне хотелось бы сейчас остановиться на более конкретных моментах. Мы как бы оговорили, что есть истинное христианство, я думаю, что это достаточно понятно, вот, и каждому выбирать, хочет он оставаться в лоне каких-то прочих идей, или его устраивает такой строгий вариант, пожалуйста, все дело за вами. А сейчас поговорим о заповедях, о законах в конкретном приложении к судьбе каждого человека. Потому что, скажем, и в своей жизни, и в своей работе над собой, в основу победы над грехами легли знания законов. и постепенно, постепенно для меня стало все понятно. Без знания законов и уважения к понятию Бог победы никогда не будет. Вот, ибо любовь к Богу начинается с уважения к Богу, а значит, к законам. И для меня мотивация уважения к закону стала главной, поскольку, скажем, закон справедливости или закон воздаяния, он озвучен в Библии как что посеешь, то и пожнешь. Вот, и если человек сеет плохо, соответственно, он будет и получать плохие моменты в судьбе. Вот, и что ж тут такого несправедливого? Учитывая этот закон, когда его не прокручиваешь в голове, эту фразу, а душой принимаешь как закон и подчиняешься ему, тогда такие эмоции, как обида, раздражение, гнев, уныние, претензии какие-то к кому-то сумасшедшие, все это сразу исчезает. Почему? А потому что закон говорит, все, что к тебе возвращается сейчас, сиюминутно, будет сегодня, будет завтра, будет какое-то длительное время, ты должен принять обратно весь ушат вот этой грязи, которую ты оставил за собой. Если ты в смирении принимаешь, то есть понимая взаимодействие этого закона, у тебя для мозга, который есть инструмент логики, возникает логическая цепочка, почему ты должен это делать. И вот все упирается тогда в понятие веры. Если я верю в Бога душой по-настоящему, тогда я поистину начинаю уважать закон, и тогда закон во мне создает как бы опору. Я начинаю тогда стремиться убрать вот эти эмоции, потому что в данном случае не столько обижаюсь на людей, на конкретных личностей, которые мне делали плохо и продолжают делать плохо. Я не уважаю закон, потому что закон возвращает меня через этих личностей, как через посредников, возвращает мне мои ошибки. То есть они как инструменты в руках Божьих. И если я не желаю без эмоций принимать, значит, я закон не уважаю. Любая эмоция, обида, раздражение, претензии, уныние, это все есть тычок в сторону закона, мне он не нравится. Что бы человек ни говорил, какие бы мысли у него елейные, о Боге, о церкви не были, на самом деле любая эмоция, как говорится, на невербальном уровне ведет к неуважению к закону. Это надо понять, и для себя это как постулат вырубить. И вот я помню, когда первые годы естественно, что очень много нападений было таких эмоциональных, и я еще собрался пойти туда вверх, естественно, что резко обострились эти моменты. Скажем, вместо одного раза их стало 10 дней, 20 дней, то есть тьма сразу вот так начинает атаковать любого идущего. И фразу Иисус когда-то сказал такую своим ученикам, мир возненавидит вас за имя мое, но прежде он возненавидел меня, зато я обличаю, что дела его злы. Почему Иисус так сказал? Да потому что если человек по-настоящему становится христианином, действительно, со всего мира на него идет атака. Ведь что происходит? Когда человек начинает меняться, он выделяется из толпы, потому что он постепенно становится чище. И тогда тьма через слабых людей, которые не стараются ничего с собой сделать, начинают атаковать, атаковать, атаковать день и ночь. И это имел ввиду Иисус. То есть расшифровка в этом. Как мир возненавидит вас? За что? За то, что вы станете более чистыми и с каждым днем все чище и чище. А грязь этого не терпит. И людей неожиданно вдруг вы начинаете раздражать по любому поводу. И посыпятся на вас обвинения какие-то немыслимые и так далее, и так далее, и так далее. Особенно в первые годы мне было очень тяжко от этого. Но я понимал, что идет повышенный режим искупления. То есть не раз в день, а 20-30 раз в день иногда приходилось принимать это, принимать. И как бы такой молчаливый вопрос ко мне. Выдержишь? Я говорю, выдержишь, ничего страшного. Чем хуже, тем лучше. То есть быстрее уйдет прошлое с меня плохое. И я научился прощать все быстрее и быстрее, потому что не сразу это получается. кто-то тебя обидел, что-то плохое сделал. Вот это начинает из тебя как облако это черная обида или раздражение. Я как мысленно в себя говорю, стоп, я не хочу с Богом воевать. Это есть война с Богом, я не хочу. Я уважаю Бога, и у меня мгновенно это все оседает и растворяется. И всегда этот закон, это очень важный закон, очень важное понимание этого взаимодействия, что мы сеем, то и пожинаем. Если вы искренне это принимаете, у вас получится со временем, не сразу, постепенно, постепенно, постепенно. Сначала обида может полыхнуть и 20, и 30 секунд, потом она 10 секунд, потом 8, потом 5 секунд, потом 3 секунды, потом миллисекунды и в конце концов умирает. Тогда вы этот закон освоили. Потом закон движения. Все, что не движется, оно подлежит разрушению, гниению и так далее. В любом моменте, в природе даже вы можете наблюдать. Вот слабое все погибает, то, что не имеет подвижности внутренней и внешней, скажем. Так же, как в поле слабые колоски погибают, вода, которая останавливается и перестает течь, она загнивает и везде, везде так. И человек, если он там с 12, 13, 15 лет сел за компьютер, становится придатком этого гаджета, движения нет, интересы все сузились до вот этой рамки, как человек, как личность. Все, это полная деградация. Да, само по себе это интересно для мозга, но для души это настоящее убийство. Вот и сейчас, вы знаете, это просто эпидемия по всему миру. Потому что, к сожалению, родители далеко не все это понимают. им некогда, им хочется отделаться от детей, которых надо развлекать, которых надо обучать, воспитывать. Зачем? Вот тебе мультфильмы, вот тебе играй, только отстань. И они, родители, занимаются своими делами. То есть, все на самотек брошено. Конечно, родители за это ответят. Зачем вы тогда ребенка родили? Для того, чтобы он вырос вот таким вот уродом. Это не обязательно он будет бандитом, он просто будет в жизни, ну, скажем так, бедствовать. Ведь в конечном итоге законы и в его адрес будет действовать. Если он ничего не поймет в этой жизни, что он за личность и что он должен делать, а за это отвечают родители, пока ребенок не вырастет, то там 16, 17, 18 лет. Вот и закон движения тоже очень важен. Интересное движение должно быть, и умственное, чтобы мозг не ржавел. Мы должны всегда что-то познавать. Естественно, под контролем духа. Дух — это совесть, это любовь в нас, это все красивое. А ведь недаром когда-то, по-моему, Достоевский сказал, красотой спасется мир. Чем ближе ты к закону, тем больше в тебе вырабатывается чувство мира. Помогает в этом, конечно, творческий процесс. Когда человек чем-то занимается, это могут быть рисунки, когда человек отдает что-то, вот ему нравится, рисовать, красиво рисовать. Не просто вот взял и продать, нет, главное, чтобы душа присутствовала в твоем творчестве. Это может быть танец, это может быть музыка, все что угодно. Даже дети, когда создают какие-то из конструктора вещи, смотрят, как глаза горят, они увлечены, они живут в этом небольшом маленьком своем мире, им интересно. Вот нужно для каждого человека указать свои какие-то наклонности и надо их реализовать. Это очень хороший метод уйти от серых будней. Потому что жизнь в конечном итоге должна человеку хоть чем-то нравиться внешнее. Скажем, для меня опорой является то, что труд мой достаточно полезен людям. И мне от этого хорошо. Это моя ниша. Я работаю, мне нравится то есть если моя работа мне нравится, значит жизнь моя состоялась. Нельзя же сводить всю свою жизнь к каким-то вкусным блюдам, к огуречным глядкам на даче, сидеть в кресле. Вот это ленивый вариант. Те люди, которые хотят сесть и ничего не делать, а где-то им будет в банке счет добавляться процент. Ну, просто идеальная картина для лентяя. Если человек активен, он до самой своей физической смерти и будет делать что-то очень нормальное, достойное, полезное. Это очень важно. Тогда ты проживешь свою жизнь не напрасно. Каждый твой день будет идти в положительный багаж твой. Есть такой закон компенсации. Очень важно детям его прививать с детства, потому что, к сожалению, очень многие дети считают, что родители обязаны кормить, поить, деньги давать на всякие развлечения. Чем старше, тем больше эти потребности растут. А сам ты ребенок что-то даешь родителям, ему надо постепенно приучать, что он должен дома помогать, что-то делать. Посильное, конечно. Маме, папе где-то помочь. Если ребенка этому не научили, он так и вырастает эгоистом, который требует, сколько живет, только и требует, чтобы родители отдавали ему часть денег, все, что ему создавали бизнес отдельный. Это вот такое воспитание. И самостоятельности никакой, как только человек лишается родителей, их возможности какие-то финансовые прекращаются. И он один на один, он не знает, что делать, потому что он без подпорки жить не привык. Вот это вот и есть закон компенсации, что с молоду детей с детства надо воспитывать, постепенно-постепенно к труду приучать. Это вообще известно, я ничего нового не говорю. но напоминаю вам, что это очень важно, чтобы человек не был лентяем, не был эгоистом. Ведь когда попустительствует, то ребенок как раз таким и вырастает. А потом удивляется, за голову хватает, что ж такое, почему же он так ведет себя. Он и не хочет родителей обеспечивать, когда они в старости, помогать не хочет. Вы же больше мнений, чьи интересы не важны. Есть закон подобия, тоже неплохо его помнить и знать его взаимодействия. Скажем, если какой-то человек выбросил из себя, скажем, порцию обиды или страха, или ревности, или зависти, ну и так далее, я уже говорил, что это ведет к связи с океаном зависти, с океаном страха, с океаном обиды и так далее, и так далее. То есть мгновенно идет резонирование, и человек заполняется вот этой жижей, и на него начинает трясти, как вот человек срывается в ярость или несет раздражение. Что это такое? Закон подобия. То есть в вас родилась подобная волна эмоциональная, которая привела к связи мгновенной вот с этим пунктом сбора этих эмоций, которые от других людей за всю историю Земли это вот облако висит всегда, рядом где-то. и мы, естественно, чтобы избавиться от этой тряски, от этих эмоциональных стрессов, мы должны перестать генерировать. Если мы не имеем уже обиды, значит, связь с этим облаком прекратилась, не имеем страха с этим прекратилась, не имеем там, я уже забыл, что-то тщеславие, скажем ли, ревность или зависть, мы постепенно прекращаем с ними связь, тем самым это и есть путь, который говорил Иисус, я путь, я истинная жизнь. Собственно, это и есть начало выполнения заповедей, потому что заповеди, еще раз говорю, это дела, слова, мысли и чувства. Из чувств начинаю, они доминируют по скорости волны, победили вот эти эмоции, значит, у вас спокойнее мысли становятся и слова взвешенные и точные, и поведение достойное, то есть идет отсюда доминирование и формирование нашего поведения. Что еще можно сказать по поводу подобия, значит, он срабатывает везде, скажем, умный человек тянется к умному, почему? Потому что информация, обмен информацией, есть о чем поговорить, кто-то очень много литературы знает, о кино знает, о театре, о музыке, и вот если интересы совпадают, это подобие же, значит, они собираются, им очень интересно, им никого больше не нужно посидеть, поговорить, обменяться, мнение выслушать, идет какой-то позитивный обмен информацией. Если человек пьет или наркоманит, то же самое, они ищут себе подобных, иначе его не поймут, собираются, как бы на троих, там, еще как-то, и вот это закон подобия срабатывает, им это интересно. закон подобия срабатывает и при рождении ребенка, когда я немножко занимался целительством, вот это все проявилось через практику, я все понял. скажем, это мама, а вот это папа. У них, значит, в результате интимной связи возникает плод и притягивается душа, потому что родители только формируют, формируют только тело. Душу они не рождают, дух человеческий произошел конкретно от Бога, почему мы и говорим, Отче наш, сущий на небесах, Отче-то Отец, сущий на небесах. То есть сама молитва говорит о том, кто истинный наш Отец духовный. А воплощение, это не рождение ребенка, если правильно уж говорить, это воплощение души в тело. То есть родители, они, можно сказать, не родители, а воплотители, если строго, термонологически этот процесс обозначить. какая душа сюда приходит? Вечная, естественно. Святой Дух создал Дух человеческий, затворил в творение, наделил возможностью путешествовать по этим мирам для того, чтобы осознать себя, кто ты человек, в каком мире ты живешь, какие законы этим миром управляешь, чтобы ты не был тут слепым, чтобы ты понимал эти законы, и благодаря знанию законов ты здесь нормально, прекрасно жил, был здоровым и счастливым человеком. Всего лишь навсего надо исполнять законы и понимать их. Человек – существо духовное. Проживая на пятачке материально в теле, мы осознаем законы этого мира, и если мы с Богом находимся в состоянии гармонии, то есть не вредим, не порваем, скажем так, соблюдаем законы, тогда мы отсюда уходим и начинаем познавать верхние миры. И в конечном итоге тело нам больше не нужно. Земля – это не конечный пункт пребывания человеческого я. Мы миллионы лет назад застряли здесь, и благодаря тому, что называется кармой, это последствия наших ошибок, она нас просто погребла. И вот очень важный момент как раз – смирение. Признание права закона Божьего на наказание. Если я это право закона признаю, значит, я прощаю тогда в результате, это обида-то моя неуместна. И только в таком случае начинается списание моей кармы, то есть мой мешок с грехами, с последствиями грехов начинает таять. И постепенно, постепенно избавляясь от этого, я иду в сторону невиновности перед Богом. Я искупаю все сам. Я ни на кого не перекладываю. Потому что я понимаю, что если я испачкал этот мир, я и должен за собой убрать этот закон справедливости, и никто за меня убирать не будет. Какая же душа придет сюда, если, скажем, у мамы отклонения по психике вот такие, я имею конкретный набор эмоций, у папы вот такие вот, или вот такие еще. По закону подобия душа приходит именно с такими поражениями эмоциональными в основном, с такими наклонностями характера, притягивается такая душа. и теперь скажите, почему у нас каждое новое поколение становится все проблемнее, все более больными и так далее, и так далее. Хуже, практичнее, бездуховнее, равнодушными, более жестокими, более эгоистичными, потому что вот этот процесс идет очень давно. Каждое новое поколение не борется со своими ошибками, соответственно, притягивает из темного банка душ. Чистых душ нет по закону подобия. Они не могут прийти к таким родителям. В этом и есть ответственность родителей перед этим миром, то есть ответственность взрослого населения. Вот если бы мама и папа были озабочены избавиться от своих ошибок, тогда и если они бы с молодой этим занимались, а до этого их родители тоже бы этим занимались, тогда что происходило? Бабушки, дедушки хотя бы наполовину свое убрали, родители добивали бы, осталось, может, не 100%, как вот сейчас, а процентов 5-10, значит, и совершенно с другой полочки пришла бы душа. Вот они полки. Отсюда, если человек не борется, чем хуже отношения родителей, то есть если нет любви, называется это прелюбодеяние, без любви деяние, тогда воля Божия, красота и любовь не защищает такую пару и не защищает ту душу, которая приближается на воплощение, не защищает. Вот в чем беда-то. Нет любви и тогда тьма может сюда подсунуть. У мамы рядом с ней какие-то толкутся кавалеры, которые пытаются соблазнить на производстве где-то и так далее. Они ее пачкают, и она улыбаясь, кокетничает с ними, естественно, хочет, чтобы, скажем так, она нравилась всем. Естественно, что она, это можно сказать так, на энергетическом поле она открывается. Я хочу всем нравиться. Хочу всем нравиться. Вот я такая, это тщеславие, это тешит тщеславие, ее женское. В таком случае грязь вот этих вот, можно сказать, иногда совершенно грубых самцов в нее влетает, влетает и влетает, пачкает, пачкает и пачкает. У папы, может, тоже такой же процесс идет, на работе или еще где-то. Его пачкают свои вот эти вот похоть там, притязания, и он пачкается. И в сумме, мало того, что у них свои проблемы, они еще вот этого набираются больше, 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 и тогда даже уже не это придет, и не эта душа, вот и откуда-нибудь отсюда. Потому что любви нет. Папа смотрит на других женщин, мама других мужчин. И считает это нормально. Я же, говорит, не изменяю вот так физически, хотя иногда и это есть. А Иисус говорил, держа человек помыслов в чистоте, что когда ты внутри желаешь кого-то другого, ты уже фактически на другом уровне, ты уже соединился, ты открыл поле. А без любви это всегда чревато тем, что тебя жижа так будет заполнять. Пока для человека, не имеющего ощущения, это незаметно. Потому что мы слепые, ощущение это локатор, который мгновенно выявляет в тебе эту грязь. И тогда ты как бы не хочу это делать. А ощущения нет вот этого контроля. Ибо дух спит и закрыт тучами этими черными. Это наши грехи. В таком случае что происходит? Рождается ребенок с проблемами. У него начинается с детства то одно отклонение, то другое отклонение. У мамы гинекология летит в пух и прах, у папы там свое летит. Не сразу, потому что накопление грязи не сразу срабатывает на материальном уровне. Идет слой за слоем, накапливается, накапливается, критическая масса, потом раз, начинается физическая болезнь. А обдрушина здесь вот в главе хранительница пламени, по-моему. Там как раз этот процесс неплохо описан. Что же происходит с вами женщины, когда вы воплощаете, что без любви у вас никогда ничего хорошего не будет. И тогда можно вопрос, а где же эта любовь? Дайте нам эту любовь. Мы бы хотели, чтобы нас искренне по-настоящему любили. И я думаю, что мужчины тоже этого хотят. Мы, в общем-то, сориентированы на то, чтобы получать яркие отношения. Откуда их взять? Что мешает? А вот наши ошибки. И не только наши ошибки, но и то, что мы с ними расставаться не хотим. пребывая в этой лене духовной. Да зачем все это надо? Большинство людей, к сожалению, абсолютное большинство на земле вообще не верит в Бога. Либо у них вера такая, что она разнозначна материализму. По привычке хождения в храм отчитаться, как бы, я вот там ходил, я туда ходил, я христианин. Да какой же ты христианин? Если ты сквернословишь, если ты там кричишь дома на детей, на жену, или вот это все, дрязги все эти. Какой же ты христианин? Ты и рядом не стоял с понятием христианин. И, к сожалению, вот этим практически мало кто занимается. Ведь, скажем, священники должны бы не венчать такую пару. Священник должен иметь ощущение, если он священник, от слова святить, он должен говорить этим молодым людям, вы подумайте, хорошо, а у нас вот справка из ЗАГСа, говорят, ЗАГС, это знаете, для чего печать? Это юридическое уложение вашего брака, что имущество ваше общее, там и так далее, это юридические нормы. А брак совершается на небесах. И если у вас нет соединения в духе, вы сразу начинаете грешить. и даже, скажем, женщина легкого поведения в данном случае меньше грешит, она свое тело губит, отдаваясь за деньги. А здесь, когда женщина формирует брак, она притягивает другое существо, не светлое, а темное, значит, она в конечном итоге запускает в мир еще один черный шарик. И сама, являясь уже лентяйкой, и мужчина такой, и почему это священник не тормозит? Это прямая обязанность. Он должен сказать, вы к браку не готовы, у вас будет плохое будущее, вы будете прелюбодействовать, и ты, и ты, и дети у вас будут больные, и несчастные, потому что вы сами несчастливы, и вы его любить не умеете. Ну, может быть, я, скажем так, недипломатично это выложил, можно найти слова мягкие, спокойные, на это люди способны. Но в конечном итоге он должен посоветовать, и венчать он не имеет права тогда с точки зрения высшего закона, венчание тут не может быть, ибо венчание это утверждение, что брак небесный состоялся. Пожалуйста, ЗАГС, тогда иди в ЗАГС, тебе этого достаточно, если ты материалист, мне тут хочется, потому что все ходят венчаться, как там красиво, как там здорово, и вот это все, процесс-то идет. Кто остановит этот процесс? Рассчитывать на храмы не получается, но мы-то должны идти. Вот это вот закон подобия срабатывает, пожалуйста, то есть наклонности родителей плюс окружение родителей на момент зачатия приводит к совершенно искаженной картине, то есть идет процесс как раз не эволюции, а деградации, и несут ответственность в данном случае родители. А потом такой ребенок вырастает, создает пару еще похлеще, естественно, еще хуже выбирается оттуда существо. Я уже не помню в какой главе, по моему главе Сын Человеческий в конце и написано, что из-за того, что люди в основу своих отношений не любовь, а какие-то чувственные, животные ощущения, просто вот интимных отношений хочется в большом количестве, с кем попало. И рождаются дети, которые не отсюда, вот из этого чистого мира, а по подобию приходят отсюда. Естественно, они давить начинают все в окружении, потому что они совести не имеют, ни чести, ничего. И они постепенно все больше и больше захватывают мир. Как видите, мы все приложили ручку к этому процессу, хоть в какой-то степени. остановить, конечно, это сложно, вы сами подумайте, что мужчины, что женщины. Попробуй вот сейчас изменить все, сразу не получится, но начинать надо. Сначала с собой, потом формирование пары, если там возраст у вас такой еще. Ну, что еще можно сказать о чувстве меры, что то, что говорит золотая средина, чувство меры, когда человек уважает эту сумму законов. Это и есть знание о законах творения, то есть как взаимодействует этот мир с нами и мы с ним. Зная эти законы, мы перестаем ошибаться, переставая ошибаться, мы становимся все более и более здоровыми, мы становимся более мудрыми, мы начинаем понимать весь механизм взаимодействия. И тогда приходит вот эта гармония, чувство меры. Мне не нужно много кушать, мне не нужно вот это, мне не нужно вот эти излишества, и вот это не нужно, и вот это. Возникает протест внутри. Да, не всегда, конечно, к нему прислушиваешься, но он все больше и больше начинает в тебе зреть и подталкивает тебя к более нормальной жизни. Это как прокурор, не делай так. Нехорошо просто корежить начинает, когда ты что-то не то сделаешь, что-то такое-то. И постепенно вот эти ошибки умирают, происходит естественный процесс избавления от ненормальных отношений с миром, с людьми. Это процесс долгий, но если ты его запустил, не останавливаясь, ты в конечном итоге придешь, как свет в конце туннеля есть, но до него надо дойти. что еще можно сказать? То, что я говорил по закону воздаяния, что закон осознания закона воздаяния, искреннее осознание приводит к уходу от обид, раздражений, уныний и так далее. Зная закон подобие, начинаешь наводить порядок в отношениях, скажем, как я с женщиной, что я начинаю видеть, что мне от этой женщины может быть плохо, она может быть красивая, вот и глаза горят, и все, но уровень отношений начинает складываться, как говорится, вот, грудь не работает, то есть душа не работает, а тогда зачем? Зачем? Мне не надо. Что? Обязанность какая-то? Нет. Зовет это? Нет. То есть приходит опять в норму, и это наша часть жизни. Закон движения. Надо шевелиться, скажем, я давно уже, скажем, такой немолодой человек, но из-за того, что есть движение и мозга, и духа, и тела, я могу жить спокойно, мне это не мешает, мне ничего не мешает жить, за исключением попыток внешних меня там придавить, разрушить и так далее, но это борьба есть борьба, в самом слове борьба заложена, сопротивляться надо, мы не идем по ковровой дорожке туда, ибо тьма пока сильна, такой закон физики, чем больше давление света, тем больше противодействия, то есть давление равно противодействию, вот, и поэтому мы всегда должны на шаг быть сильнее и быстрее с тьмы, тогда они нас не одолеют, поэтому, если свет прибывает на землю, все больше и больше заполняет нас, а заполняет только в одном случае, если ты идешь навстречу, а почему? А потому что закон выбора, очень важный, закон выбора, мы о нем говорили, говорили, еще раз буду говорить, важнейший закон, что значит начать движение, вот Иисус сказал, я путь, я истинная жизнь, как вступить на этот путь? Сам человек первый должен выбрать, и я хочу, Господи, я хочу искренне от всей души, не лепетать, не шелестеть, а мой, я пошел, я в церковь ходил, я отдал милость, у него все, я постился, как положено, я там все праздники соблюдаю, церковные, кому это надо? Вот эта внешняя вся атрибутика, конфессиональная, она абсолютно ничего человеку не дает, кроме вложенного самоудовлетворения, что я верующий, я христианин, пустота это, и сама жизнь наша об этом говорит, дорогой товарищ, пусто, ничего этого не приводит к улучшению жизни, качество жизни меняется в худшую сторону, значит, ты идешь куда-то не туда, ну подумай хоть раз и включи свое сердце, что, как локата, что ты не туда идешь, смени путь, вот, и что происходит? Чего-то немножко сбился, то есть, знание вот этого закона, этого, этого и этого говорит о чем? Что я начинаю уважать закон, и все мои эмоции, они какой-то закон нарушают, в этом, в основу победы над грехами, и заложены знания законов, вот, эта книга очень сильно помогла, потому что, то, что происходило со мной еще до книги, я никак не мог выложить это фразеологически, я понимал, что, вот я ошибаюсь, я понимал это, а эта книга, как она мне отдала, вот как раз, вот что это такое, вот что на, это, как бы в системе земных понятий, как это звучит, и для меня это очень важно, это настолько меня подстегнуло, и ускорило процесс осознания, и для головы это была великая поддержка, потому что через голову столько лезла чушь, что ты, где ты видишь Бога, что ты делаешь, ну тебе Бог, так иди, вон, сколько конфессий, иди в какую, в та, которая тебе подойдет ближе, я говорю, да я смотрю, как это между конфессиями грызня идет, что это неправо, тебе говорят, что эти неправы, вот, фразу Христа, который говорил, моих учеников узнают, потому как они любят друг друга, где же любовь, следовательно, логика говорит, что из всех конфессий, а их сотни, может быть в лучшем случае права только одна, не может быть от Бога по разным углам земли совершенно разные инструкции, говорится, разные законы, земля полностью, и в том числе и физические законы, это тоже частный случай законов Божих, законы для всех едины, и только людское, вот это умничание, тщеславие растащило, как бы единую идею, сверхидею от Бога, растащило на города и весь, и вот тут такая религия, тут такая, 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 то есть для любого человека, который уважает себя, который не как дерево, куда его потащили, туда он и будет смотреть, нет, если ты личность, так ты посмотри, куда ты идешь, и ты должен сам себя вести, а не кто-то тебя, чтобы тащил куда-то, тем более, что многие понимают, что это не так, ну, сопротивляйтесь, иначе назвать человеком такого личностью нельзя, это попустить все свои лени, своему эгоизму, не избавиться от этого, ну, можно и не избавляться, это выбор тоже, вот, и закон выбора, еще раз говорю, говорит о том, что все зависит от нас, если я сказал, что, Господи, я хочу избавиться от грехов, я искренне намереваюсь это сделать, помоги мне, вот, ченаш сущий на небесах, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, моя воля слишком кривая, и я зову Твою волю, чтобы Ты помог мне, указать мне, в чем я не прав, вот, все там заложено, свет насущный, да и на сей день, и прочее, прочее, это и есть выбор, я искренне от души, как ребенок, выбрал идти к Отцу, а не против него, и когда я это искренне делаю, причем не на 5 минут, и не на 2 дня, и не даже не на 10 месяцев, а на всю оставшуюся жизнь, меня прекрасно оттуда видят, потому что Дух, еще раз говорю, производная от воли Божьей, Святой Дух, это и есть воля Божья, мы на этой линии всегда на связи, не Бог от нас отказался, мы от Него отказались, и вот возвращение блудного сына, я говорю, я хочу вернуться, я хочу исправиться, дайте мне эту возможность, поддержите, слишком тяжко стало здесь, бороться в одиночку, невозможно, тогда крещение, это соединение, я уже говорил об этом, и двигайся, вот этот вход, он очень простой, но главное здесь искренность, не болтовня, а именно искренность, когда ты из глубины души это просишь, даже искаженная фраза на Горной проповеди об этом говорит, блаженны, просящие Духом, ибо их есть Царство Небесное, то есть не мозгами, и не языком надо болтать по поводу религии, по поводу веры, вера это не здесь, а вот здесь вера, вот если у человека Дух живой, душа, и он искренне просит, он получит, поэтому просящие Духом, ибо их Царство Небесное, первая фраза на Горной проповеди, плохие переводы, их было много, текст первых Евангелий переводили много раз на разные языки, и я считаю, что слово нищие Духом сначала было не нищие, а было просящие, в этом есть великий смысл, полный смысл, объяснение, что надо делать, что с Богом разговаривать душой надо, а не языком и не мозгами, мозги это радиостанция для этого мира, можно сказать, а выше, не поднимается выше материи, не распространяется, электромагнитные колебания, скорость волны, 330 в секунду, а выше миры, там значительно больше скорости, еще быстрее, еще быстрее, в конечном итоге, Дух самое быстрое, что в нас есть, самое текучее, самое сильное, самое красивое, самое вооруженное, для борьбы, в том числе и с тьмой, но мы же от него отгородились, поэтому Иисус имел в виду, Духом просите у Бога, поддержки и все, то есть искренне, от всей души, ты просящие, кто-то перевел как просящие, но это попрошайки, а другой попрошайки, нищие, так произошла трансформация слова, и уделен ключ, почему это нищие, их Царство Небесное, нищие духом, это слабые духом, этимология слова такая, а тут написано, Царство Небесное силой берется, какой силой, силой духовной, чем сильнее твой дух, твой двигатель, тем больше у тебя шансов все-таки разобраться, войти и настойчиво отбрасывать те попытки бесов, которые в тебя пытаются опять сбросить с этой лошади, чтобы ты опять улетел в эту пропасть вместе со всеми, вот, это не призыв, вот они, а это мы, для любого человека этот путь открыт, всегда, всю историю Земли открыт, но ведь люди не хотят и сработает, работает, вот это как раз свобода выбора, Бог говорит, в этой свободе выбора, которую я вам дал, это закон свободы, как ваше величие, ибо я вам доверил Землю и ваше проклятие в этом же, потому что вы неправильно пользуетесь этим законом, и я не могу вам помочь, потому что вы меня не выбираете, и помощники в этом не выборе, те лжеконфессии, которые вас привели на ложный путь, он вам ничего не дает, помните, что мы пришли на Землю, или что, зачем, избавиться от лени, осознать эти законы и жить идеально и правильно, неся благо друг другу, неся благо в природе и всему миру, получилось у нас это, нет, кто нас ведет к этому, нет, вы этих худерей знаете, всевозможные философские школы, всевозможные конфессии при едином Боге и едином Христе, сколько же их, поводырей этих, отсюда можно сказать словами Остапа Бендера, спасение утопающих, есть дело рук самих утопающих, главное, что найти эту правду, есть эта правда, присутствует на Земле, да, присутствует, всегда, естественно, что надо покопаться и разобраться, в Библию, которую я прочел уже основательно, примерно через пять лет своего труда над собой, поэтому мне как бы рекомендация шла, в Библию пока не надо заглядывать тебе, ибо у тебя много ошибок, вот, было и тщеславие, была и немножко и ревности, и там, и обиды были, и раздражения, и того, и сего полно было, и страхи были, вот, и говорит, ты пока не сможешь отделить, что в Библии от человека, а что от Бога, все там перемешано хорошо и сказано, что это истина, и я потом понял очень прекрасная рекомендация, потому что, когда человек читает и для себя считает, что действительно это истина, все, из нее потом вытащить вот эти вот ложные, как это, информационные вирусы, очень сложно, надо все стирать и заново надо, это трудно, они же цепляются, потому что бесы обеспечивают ложь, ведь бесы тоже прокрались в Новый Завет, и тоже через кого? Через тех, которые не были богами, ведь ученики Христа не были богами, и он их отправил на проповедь, идите, несите народам мира, и Израилю, потом и народам мира, несите христианство, что это такое, но вот они не все поняли, поэтому даже после смерти, я уже говорил об этом, на острове Патмос, Иоанн принял откровение Иоанна, где он говорит, что апостолы все-таки лжецы, вот, не потому, что они плохие, нет, они сделали все, что могли, это были сильные люди, достойные люди, но они, к сожалению, не все поняли, вот, и думали, что это так, а бес тщеславие говорил, что только ты прав, а тот не прав, и почему между ними начались трения, и каждый раз, вместо того, чтобы навести порядок в себе, они начинали обучать людей, своих учеников, а те еще больше уходили в сторону от настоящего христианства, в конечном итоге, в четвертом веке, как бы, все это дело остановили, вроде бы, но уже было поздно, от христианства мало чего осталось, слова красивые, и так далее, но вот эта ложь, что Иисус кровью искупил всех, вот, самая страшная, потому что это ведет к лени, к потаканию лени, то есть, это прямое, прямое противодействие нашей задачи, пришли избавиться от лени, а такой вариант, говорит, да не надо вам суетиться, за вас другой уже отработал ваши грехи, что, живите, благодарите его, конечно, и люди со слезами на глазах, какое величие Бога, это только Бог может таких жертв приносить, странно, а как же закон справедливости, что ты сеешь, что ты пожнешь, получается, сеяли, 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 пачкали, 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 а ответил за это другой, то есть, это прямое противоречие самому закону справедливости, где же это, правда такая, ну, об этом мы говорили уже достаточно, вот, еще раз напоминаю, в свободе выбора, помните об этом, ваше должно быть, ваш поиск, не Бог должен за нас решать, подтягивать, убеждать нас, что я есть, ребята, я есть, ну посмотрите, я есть, но он не будет унижаться до этого, потому что и мы этой позиции унижаем понятие Бога, человеку Бог нужен, Бог без нас обойдется, крохотная земля с небольшим населением, среди огромных космических пространств, где есть очень много разных планет, звезд, где такая же жизнь, может лучше, может хуже, это не важно, главное, что вот на этом пятачке люди взбесились, неужели они думают, что ради них Господь будет свою частицу отдавать, чтобы ее тут убили, и вот эту вот ложь создали, тут все, кому мы нужны, вот с этой грязью всей, поэтому сейчас идет суд, и после того, что вот люди натворили, вот это все будет стерто, вместе с теми людьми, которые не желают меняться, они продолжают противодействовать закону, и закон Божий контролирует этот мир, просто для нас кажется, это очень долгий период, эти миллионы лет, а для Бога, это же вечность, там не существует понятия время, время нужно только там, где нужно измерять какие-то периоды, там, где несовершенство, там, где идет процесс осознания, процесс от незнайки к знайке идет, существо какое-то, или мир меняется, а вот у Бога там вечность и бесконечность, там понятия те, которые мозг наш понять не в состоянии, поэтому Бога мы осознать не можем, увидеть его не можем, но мы его можем осознать через красоту законов этих, присоединившись, и когда ты поймешь через изменение, качественное изменение жизни в лучшую сторону, пройдет там, может, 5, 7, 10 лет, и чувствуешь, что жизнь стала лучше, здесь появился некий стержень, который не дает тебя свалить, вот эта вера, вера настоящая в Бога, и не просто вера, а еще и жизнь в ту сторону, в сторону света, изменение себя, характера своего в лучшую сторону, это и есть путь, не может быть путь у того, кто стоит или сидит, ничего не делает, это уже не путь, это сел в кресло, и вот ты постишься там, молишься и прочее, но это ничего не дает, за исключением неких моментов, когда Господь все-таки какой-то личности, через молитву приходит благодать, от какого-то ребенка благодать, от каких-то мощей, иногда человек чувствует, это диалог тоже, попытка людям дать, да есть это все, но при этом надо работать, работать над собой надо, вот это вот закон выбора, то есть мы вот несколько законов, скажем так, проиллюстрировали, они мне очень помогли, то есть я не извлек из себя, как от себя тяну какую-то, который положил в основу победы над грехами, именно знание закона, каждый раз, скажем, если закон выбора, вот допустим, я выбрал женщину, а она взяла меня и разлюбила, там через два месяца, или через год, или через пять, и у меня возникает вот это ощущение страдания, я бы хотел с ней быть, но она не хочет, тогда почему ты злишься мужчина, или там женщина на мужчину, ну чего ты злишься-то, ведь разрыв идет по какой причине, не нравится что-то, либо физически человек не соответствует, либо неряха стал, либо грубый стал, вариантов очень много, либо интеллект начинает это ржаветь, как говорится, человек не желает развиваться, вот это и есть лень, и духовности нет, в зависимости кто, конечно, все наши три ипостаси, тело, сознание, рассудочное, и дух, все должно быть в движении, и если такое существо, а рядом с ним человек, который не работает, а, скажем, это существо работает, получается, он идет вверх, а этот нет, и естественно, что для этого сильного становится обузой тяжкой, вот эта штука линиевая, которая рядом с ним, очень тяжело, и в конечном разрыве происходит, и Иисус об этом тоже фразу ключевую сказал, я принес не мир, а меч, и разрублю все ваши связи, между мужем и женой, между матерью и дочерью, если вы не в любви живете, потому что какая же это любовь, когда один повисает, как и начинает кровь, как говорится, пить у другого, это сплошь и рядом, миллионы, миллионы, не с числа этому на земле, в отношениях, и родители, и дети, то же самое происходит, вот, и между друзьями это происходит, вот, ну, говорите, вы сами все, достаточно прожить на земле, хотя бы до 30, до 25 лет, уже все понятно, если вы наблюдательны, ну, ну что, удачи вам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здраво всем живущим, здраво добрым душам, Сколько ж я спал, Глаз не закрывал, А теперь очнулся. Добрые вы люди, Что же с нами будет, Коли душа не хочет прощать, Верить и любить. Ярио, ярио, светит всему миру, Добрым и злым, грешным и святым, Чтобы все мы жили. Гори солнце ясно, Чтобы не погасло, В сердце твоем Обогрей свой дом Светом и любовью. Я полмира прошел, И полвека прожил, Деревья сажал, Дети наружал, А дома так ли нажим? Мой дом чисто в море, С крышей и земною. Горы, леса, реки и моря, Братья и друзья мои. Горы, леса, ветры и моря, Братья и друзья мои. Радуга, девица, Ты ж моя сестрица. Радуй нас всех, Чтоб твой звонкий смех Заиграл в косицах. Радуй нас всех, Чтоб твой звонкий смех Заплясал в косицах. Радуй нас всех, Чтоб твой звонкий смех Не хватает Песни твоей Душу мне согрей, Матушка родная Песни своей Душу отогрей, Матушка родная Горь, душа, поклонись роду, Обратись к Богу, прости, прощай. Пой, душа, добрую песню, Слону ей тело, Свет обращай. Далека дорога, По дождем немного, Ночку вдвоем Женой проведем, А с утра в дорогу Половинка моя, Ты ж вернее камень. Вместе вдвоем Все переживем, До скончания века. Вместе вдвоем Все переживем, До скончания века. Присядем на дорожку, Помолчим немножко. На пасашок, наливай дружок, Скатертью дорожка. На пасашок, наливай дружок, Скатертью дорожка. Горь, душа, поклонись, Игру обратись к Богу, Прости, прощай. Век, душа, добрую песню, Слону ей тело, Свет обращай. Горь, душа, поклонись, Игру обратись к Богу, Помолись к Богу, Прости, прощай. Горь, душа, добрую песню, Слону ей тело, Свет обращай. Горь, душа, горь. Горь, душа, поклонись, Игру bewерел. Горь, душа, поклонись, Игруюда, С mentis. Субтитры создавал DimaTorzok